МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 21 января 2016 года, четверг. По одному из современных календарей, а по одному из старинных. 41-й день месяца Белосияния Покоя Мира, 75024-го лета. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Эволюция разума». Главный соведущий Юрий Алексеевич Тяжелов. Здравия тебе, Юрий Алексеевич! Здравия всем! И Константин Александрович Дарманчук. Здравия тебе, Константин! Всем тоже здравия! Тема у нас сегодня очень интересная. Эволюция, да еще и разума. Не просто так эволюция чего-либо. Без чего, я понимаю, нам всем жить будет очень тяжеловато, если эволюция не произойдет. Почему такая тема? И какая цель вообще передачи? Давайте вот с эту, наверное, начнем. Мы уже провели передачу по уровню развития цивилизации и подняли такие острые вопросы, что же такое означает. И сейчас дошел вопрос до разума. И как бы в качестве такой информации для начала разговора я хотел бы зачитать выступление, одно из недавних выступлений профессора Кембриджского университета, известного физика Стивена Хокинга, который считает, что в 21 веке человечество столкнется с серьезными угрозами из-за борного развития науки и технологий, такими как ядерное оружие, генетически модифицированные вирусы. По мнению ученого, вероятность техногенных катастроф на планете Земля с высокой вероятностью возрастет в ближайшие 10 лет. Цитирую еще. Мы не в состоянии соорудить автономные колонии в космосе, по крайней мере в ближайшие 100 лет. Поэтому в это время нам стоит быть очень осторожными. Мы не собираемся останавливать прогресс и не стремимся повернуть его вспять. Поэтому мы должны уметь распознавать угрозы и держать их под контролем. Вообще-то, что это означает? Известнейший физик, который периодически выступает по очень серьезным вопросам, которые интересуют. Конечно, на его мнение обращают внимание научные круги всего мира. Если перевести на философский язык, а, между прочим, определенную оценку этому выступлению уже была сделана в интернете, то можно заметить, что в настоящее время вот эта неразвиваемая константа человечества, как пишут блогеры, звериная компонента, неизбежно приведет к антропогенным технологическим катастрофам в самое ближайшее время. Спасение для человечества. Хокинг почему-то видит создание автономных колоний в космосе. А поскольку он считает, что в течение столет создание таких колоний невозможно, выход один – держать опасные технологии под контролем. То есть человечество не развивается, а технический прогресс развивается. И появляются технологии, которые могут существенно изменить общество и повредить общество. Лазерные технологии, химические, сетевые приводят к возможности небольших групп людей влиять на судьбу человечества в целом. Это терроризм, компьютерные взломы, боевые вирусы, грязные бомбы уже обсуждаются в очень многих, скажем так, террористических организациях, могут быть применены. И вот, если наложить вот эту неизменяемость человека на ускорение технологического прогресса, то никакой контроль, возможно, кроме тотального, над сознанием каждого из людей, не сможет купировать угрозы для человечества. Каким-то способом, рано или поздно, какая-то убойная технология может появиться в руках групп подобных ИГИЛ. Такие группы, даже в большей вероятности, будут заботливо снабжены такими технологиями. И вообще, все дело идет к этому, о чем беспристрастно фиксирует Хокинг. Есть ли шансы у человечества без потерь вырваться из этой ловушки? Ну, для этого, как говорит Хокинг, технический прогресс останавливать не надо, а надо контролировать процесс. Но, может быть, надо всего лишь вернуться к природе человека, то есть и подняться с сегодняшнего весьма непрезентабельного уровня до уровня подлинного человека. И по неволе приходится задумываться, и мы уже эту передачу проводили, в каком состоянии находится вот эта разумная деятельность цивилизации. Получается так, что основное качество разума – это то, что именно на основе мышления одной из характеристик разума, на основе непосредственно вот этого свойства живых организмов проявлять разумные определенные действия. И основываются дальнейшие действия человечества, должны основываться. Но современное образование, впрочем, и наука, она не позволяет передать, что такое разум, и достоверно донести до общества его качественные характеристики. С одной стороны, наука не смело освещает то, что связано с эволюцией разумных существ, что представляет собой человек. То есть не смело, ну как бы можно сказать, очень ограничено. А с другой стороны, при этом, как вы можете заметить, активно разрабатывает методы по управлению человеком. А ведь знания о человеке способны изменить общество. Но также они могут использоваться для контроля и управления целыми странами, континентами и цивилизациями. Может быть, поэтому само слово «разум» перестали произносить в нашей жизни. И так как каждое действие человека, проявление разума, а действие общества, отражает совокупный разум этого общества, то, может быть, следует обратить внимание на разум, что это такое, и эволюцию разума. Давайте посмотрим, как подменяется понятие разума. Какие ассоциации могут возникнуть сейчас в связи с этим словом? Ну, например, если взять, как бы обратить внимание в прошлое, то есть мы все были, учили в школах, многие в институтах. Это такое некое понятие, отделенное и далекое от проблем общества, ближе к научному понятию. Воспринимается это слово во многом в качестве чистого интеллекта, без эмоций. Ну, можно привести еще искусственный интеллект, тоже искусственный разум, говорят. Есть еще ассоциация, как вот внеземной разум, оценка такая. Ну, то есть вот разум, есть внеземной разум, но что стоит за этим понятием, во многом запутанно. Есть философское представление. Если я сейчас зачитаю, у меня есть возможность, в принципе, зачитать одно из определений. С одной стороны, разум – одна из форм сознания, самосознающий рассудок, направленный на самого себя и понятивное содержание своего знания. Такое, ну, как бы, можно сделать вывод, что это нечто нематериальное какое-то, то есть форма сознания, потому что сознание еще не определено. Есть другая оценка. В современном научном обществе точка зрения о том, что разум – есть продукт работы мозга, является главенствующей. Ну, на самом деле, научные представления достаточно далеки, и вот в течение нашего разговора будут некоторые моменты проявлены. Как бы, что же такое разум, и где же наука остановилась в этом понятии? То есть, до чего она дошла, куда дальше пройти не может. Если обратить внимание на общество, с одной стороны, поведение в обществе продиктовано обычаями, законами, устоями, традициями и ценностями. Вот что в этом описании необычного? Вот вообще-то к этому всему привыкли. То есть, это как бы такое базовое понятие в обществе. А то, что в этих понятиях намека на разум нет. И, впрочем, это неудивительно, потому что в головах ученых огромная путаница с вопросами разума и с вопросами эволюции разума. Вообще-то, нет даже видимой взаимосвязи между традициями и разумом. То есть, как бы, традиции существуют сами по себе, а вот то понятие, которое у нас вызвали ассоциация, оно как бы с разума существует отдельно. И для чего же мы подняли эту тему эволюции разума? Чтобы, в первую очередь, раскрыть понятие разума, чтобы показать наличие самого процесса эволюции, это необходимо для естественного, спокойного процесса развития человека и общества. Потому что без качественного понимания этого процесса нельзя увидеть дальнейшие правильные действия по изменению социума. То есть, их и увидеть нельзя, и, соответственно, сделать нельзя. И что это такое за качественное состояние разума, который он проходит в результате эволюции? Что из этих качественных состояний, какие выводы можно сделать? Вот эти качественные состояния можно увидеть в животном мире и в процессе последовательного роста человека после его рождения. Почему примеры на животном мире очень показательны? На животном мире следует обращать внимание, чтобы понять, как разум эволюционизировал до человека. То есть, увидеть общие вот эти вот процессы, как происходит это у человека и до человека. Это возвращает очень многих на грешную землю от очень таких серьезных повреждений от мифологических представлений верований и заставляет увидеть другой подход развития разума через осознание окружающей реальности. Это альтернатива догматическим представлениям, заложенным в образовательные программы в институтах нашего социума. И продолжить я, для продолжения передам слово Константину, который в том числе раскроет вопрос, что такое, в чем разница между умом и разумом. Так, подожди, Юр, так как в анекдоте, а потрендить, вот тут я сказал, давай мы как бы оговорим то, что ты оговорил. Вот когда ты разговаривал про умных дяденек, всяких ученых, которые говорят, ну если вот мы технологии не можем обуздать, мы должны обуздать людей. То есть, каждому чип вставим, каждого будем регламентировать в его поведениях, каждого сможем затормозить в случае чего. То есть, сделаем таких баранов, у которых бирочки вставлены. Ну, только не обычные бирочки, а такие управляемые бирочки. Это говорит о чем, на мой взгляд. Первое. Люди боятся обезьян, которым в руки может попасть граната или автомат. Правильно? А поскольку это обезьяны, то в этом случае их необходимо как-то контролировать. Если обезьяну можно еще как-то посадить за решетку, то в этом случае человек все-таки это не совсем обезьяна, и получается за решетку не всех посадишь. Лучше сделать решетку виртуальную в виде вот этих вот чипов различных, систем наблюдения, кодирования, управления и так далее. Верно я тебя понял, да? Ну, желание-то у некоторых есть такое сделать. Но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что они оправдывают это низким уровнем человечества. То есть вот такой уровень, что вот как бы какие-то процессы такие, что нельзя давать. Вот технологический процесс идет, появляется оружие, а у нас тут такие бегают игиловцы, которые запрещены. Кстати, надо подчеркивать, что это организация запрещенная в России. Ну, понятно, да. Другими словами, не бояться вот тех людей, которые находятся на уровне очень низком своего развития, разума или там разумности, или мировосприятия, неважно. В общем, боятся этих людей и вот сравнивают их с обезьянами. Если вдруг, не дай бог, этим людям попадется такая высокая технология в руки, так они же уничтожат и себя, и других, и много чего еще там наделают. Вот в этом суть этих многоуважаемых ученых, суть заявлений. И, исходя из этого, они, получается, не стремятся развивать самого человека до высокого уровня понимания этого мира, до развития его разума, до хороших таких высоких кондиций, а просто хотят его, этот разум оставить на том уровне, который он и есть, которым можно просто манипулировать, управлять, направлять, если надо, куда им нужно, чтобы получать, как с барана, какую-то дань в виде чего-либо. Но при этом, чтобы им было проще управлять, они хотят вставить вот эти вот чипы, которые не только будут помогать отслеживать, где находится человек, но еще и через которые можно этим человеком управлять, манипулировать. То есть нажал на кнопочку, там боль какая-то случилась, человек, значит, отрубился и не может что-то делать. Или нажал на кнопочку, все данные стерлись, у человека, грубо говоря, на счетах ноль, никто не знает, кто он такой, и он осиживается спокойно в обезьяннике, чуть нехорошо сказал, в полицейском участке, и с ним разбираются, кто он такой. То есть, вот, грубо говоря, вот к этим простым манипуляциям хотят свести все управление человечеством вот эти наши дорогие ученые. Ну, нет, это очень дорогие ученые, но это не дорогие ученые. То есть, это, в принципе, целый процесс, процесс порабощения, да. А вот такая аргументация, что следует из уст научных этих представителей, да, то есть, там даже физиков, очень ценимых научным сообществом, она говорит о том, что, в принципе, наука-то стала прислужницей вот этих планов. Потому что наука, она должна была быть обязана окружающий мир, в том числе, человека исследовать и увидеть совершенно другие виды, в том числе, эволюцию человека, эволюцию разума. То есть, это все должна была сделать наука сама. А теперь получается, что даже в словах вот этого Хокинга там нету слова про разум. Никакого. То есть, как бы, они сам процесс разума, они даже оценить не могут. Но, тем не менее, эти ученые оценить не могут. Но те, которые делают непосредственно манипуляции над обществом и цивилизацией, там этими знаниями обладают. То есть, они представляют хорошо, что такое человек и каким образом можно вот эту эволюцию остановить. И, кстати, вот в продолжении будет еще об этом сказано. Потому что дело в том, что сами вот это знание, оно доступно. То есть, в принципе, те вещи, которые мы сегодня будем рассказывать об эволюции разума, это, в принципе, они, это открытые источники. Ничего необычного в этом нет. Просто вопрос в том, что сами процессы, они до конца не были простроены, пока не появились определенные труды ученых настоящих. Вот. И, как бы, я думаю, что будет очевидно для слушателей, когда вот сегодняшние определенные будут высказаны аргументы, что в этом ничего сложного, но нет. То есть, прослеживать эволюцию разума прослеживается от животных к человеку. И даже при человеческом развитии, вот после его рождения, да, то есть, те же самые эволюционные вещи прослеживаются одинаково. Это говорит очень о многом. То есть, изучив вот эти вот эволюционные процессы, можно в дальнейшем продолжить эволюцию человека. Вот к чему, в принципе, наш разговор. А продолжив эволюцию, то есть, в принципе, даже на тех позициях, которые будут высказаны, можно увидеть, что решение-то совершенно простое. Решение простое. И вот, как бы, это говорит глубину погружения науки в мир невежества. То есть, вот, ну, невежественная наука на текущий момент. Я тебя понял. В общем, получается, ты все мои доводы подтвердил, то, что наука слишком дорогая для нас стала. Я же не просто сказал зло дорогой. Слишком дорогая для простых людей, потому что за счет простых людей она существует и их принижает, не дает им возможности развиваться. Наука служит не на благо человечества, а на благо тех, кто управляет человечеством в своих целях. Наука, управляемая вот этими управителями, боится того, что люди будут из-под контроля, не стремится развивать их разум, превращая их в высокоразвитых существ, человеков, а хочет их оставить на уровне человекообразных существ, которыми очень просто управлять, чтобы при управлении получать какие-либо барыши тем, кто управляет всем. Вот такая витиеватая речь. Но, по сути, ты подтвердил все, что я хотел тебя спросить. Благодарю тебя. Давай теперь Константина послушаем. Константин Александрович, пожалуйста, включайся в нашу беседу. Значит, сегодня тема нашей беседы – это эволюция разума. И я попробую рассмотреть процесс эволюции разума как неотъемленный процесс развития любого общества вообще. Но прежде чем начать, я хотел бы сказать, что, думаю, любое знание, получаемое человеком, будет оставаться бессмысленным, если человек не будет стараться самостоятельно разобраться в получаемых им сведениях. Ведь человеку, естественно, искать причины появления знаний, видеть следствия, которые непременно будут следовать от того или иного использования этих знаний. То есть заниматься анализом полученной информации и ее синтезом для дальнейшего своего действия. Вот. Как бы как вступление, да? И прежде всего я хотел бы уточнить разницу между проявлением ума и проявлением разума. Как некоторой системы взаимодействия с миром, окружающим нас. Ну, чтобы понять на примерах их отличия. Ведь понимание разницы между умом и разумом, именно это понимание даст возможность ответить на те вопросы, которые будут сегодня подняты в нашей передаче. Так в чем же разница между умом и разумом? Я считаю, что одним из главных отличий в том, что разум — это явление более высокое, чем ум, где в первую очередь играют простые чувства, которые, в свою очередь, контролируются гормональной системой. Так, по словам доктора биологических наук профессора Савельева, ум человека в основном занят тем, что принимает приятное ему и отвергает неприятное. Это его слова. Я думаю, что разум также способен принимать и отвергать, но разум сосредоточен на выборе благоприятного для человека. И отбрасыванию опасного, то есть неблагоприятного. И еще важное замечание, что разум делает свой выбор на уже имеющиеся у него некоторые базы, ну, так называемые ценности, да? Таким образом, их функции, в принципе, схожи, но разум обладает большей дальновидностью, что ли. Он, стремясь определить пользу и вред для организма, в силу этого обладает большей дальновидностью. А ум останавливается на чем-либо, руководствуясь лишь своими желаниями, ну, или иначе говоря, инстинктами. Разум же текущую ситуацию оценивает с точки зрения того, принесет ли она благо или принесет она неприятности. Ум способен, в принципе, принимать информацию из нее, накапливать, анализировать ее. И тем же занимается и разум. Но здесь играет уже большую роль духовное начало в человеке. Вот. Почему это так? Потому что ум – это, на мой взгляд, более раннее эволюционное приобретение. И вследствие этого он обладает более примитивными управлениями своих действий. А именно через чувство, то есть через гормональную систему, да, которая, ну, несомненно, является более ранним приобретением эволюции, чем более развитая нервная система. Вот. Академик Николай Игоревич Левашов говорил, вот сейчас процитирую, «Еще наши предки разделяли два понятия – ум и разум. И в их понимании эти два понятия принципиально отличались друг от друга. Хотя эти два слова и имеют общий корень – ум. Материя, осознавшая свое существование, приобретает именно ум. И только тогда, когда носители ума достигнут просветления знанием, только тогда проявляется разум. Способность мыслить еще не означает разумности. То есть состояние, когда человек просветлен знанием, знанием законов природы, из которой он родился. Примером действия ума каждый человек современности может найти предостаточно. Достаточно только обратить внимание на экологическую катастрофу, которая является продуктом действия человека, обладающего умом, но не обладающего разумом. И это не просто философские разглагольствования, как могут сказать некоторые, а самые, что ни на есть, факты практического уровня. И если человек вышел на уровень разума, то его действия при взаимодействии с природой, его породившей, будут не на уровне взаимоисключающих друг друга явлений, а на уровне гармонии между природой и человеком. И тогда разумная деятельность человека приводит не к гибели матушки природы, а к ее возрождению на принципиально новом уровне взаимодействия, исключающим антагонизм. И это не пустое заявление, а позиция, подтвержденная практикой. Вот такие вот глубокие слова. То есть, другими словами, если ум — это индивидуальные, то есть познавательные свойства личности, то разум — это наивысший тип мыслительной деятельности человека, включающий и аналитическую, и, что важно, духовную составляющую. Получается, что ум является как бы рабом чувств. Ум подсказывает человеку, что поступив определенным образом, он будет счастлив, и достижение счастья — это высшее благо. А для разума же истина стоит выше счастья. Еще одной разницей между умом и разумом, думаю, есть то, что умным человек может быть в одном или в нескольких направлениях, а разум же распространяется абсолютно на все сферы жизни. То есть умный человек может быть прекрасным специалистом в определенной области, ну или в нескольких областях, но при этом он не обязательно будет человеком разумным. Еще одним из важных проявлений разума можно назвать интуицию. Она именно подсказывает, как стоит поступить, основываясь не на сиюминутных желаниях, а на истинных потребностях человека. И в то же время, как ум, наоборот, старается всячески подавить вот эту интуицию, внутренний голос человека, заставляет не прислушиваться к ней, к интуиции. И большую роль в эволюции разума играет сознание, как функция мозга. Как я уже говорил, ведущий специалист в области изучения мозга, профессор Сергей Вячеславович Савельев утверждает, что мозг это очень энергозатратный орган, и он всегда стремится уменьшить свои энергозатраты, что, соответственно, приводит к лени и бездействия. Вот сейчас процитирую слова. Дело в том, что человеческий мозг даже в таком виде, в котором он есть сейчас, не используется повседневно. Обратите внимание на себя. Много ли вы творчески мыслите? Очень мало. А вот представьте, что вы будете мыслить хотя бы 1% времени в день. То есть в этом отношении возможности мозга практически беспредельны. Конечно, вы не будете считать как компьютер. Да, это и не нужно. Мы должны генерировать идеи, а не вычислять как калькуляторы. Потому что его творческая, в кавычках, сидит в морфогенезе. Его в морфогенезе. Мозг – вечно растущая система. То есть связи все время возникают и исчезают. Но интеллектуальные ресурсы мозга практически безграничны на сегодняшний день. Вот такие слова. То есть, к сожалению, в основном современное общество действует по уму, а не по разуму. И все внимание в основном направлено внутрь общества. То есть на себя. Однако именно в окружающем нас мире можно увидеть и осознать важные для человеческого сообщества законы существования. Проявления которых вызывают позитивные изменения в эволюции. Для этого иногда нужно погрузиться и в животный мир. Вот, например, в 2015 году в средствах массовой информации мне на глаза попалась одна интересная новость. В Эфиопии, это в Африке, стая красных волков неожиданно изменила свое агрессивное поведение по отношению к соседствующим в этом же ореоле обезьянам-бабыинам. И они стали мирно сосуществовать вместе. Думаю, скажете, что же в этом удивительно? Ну, прежде всего, необходимо ответить на вопрос, почему волки резко изменили свое поведение. А может, дело в том, что сообщество волков, осознав преимущество сосуществования с другим племенем, с обезьянами, начало сотрудничать с ним. Хотя волки и охотятся, и на молодых овец, коз, да и на тех же самых обезьян. Ну, они такие же крупные, как и бабуины, в принципе. И волкам ничего не стоит напасть на их. Но они не делают этого. А обезьяны, в свою очередь, уверены в этом. И спокойно относятся к хищникам, разгуливающих бок о бок с ними. И дело здесь не в храбрости или глупости бабуинов. Ведь как только они замечают чужих волков, то есть тех, которые не в ихней среде, они сразу же убегают к скалам в поисках укрытиях. И для чужих волков эти обезьяны являются, ну, так же лакомой добычей. А свои же волки ходят среди обезьян медленно и аккуратно, стараясь не напугать их. И при этом, мало того, они даже защищают своих обезьян от других хищников. А все дело в том, по отметкам ученых, что волкам легче находить свою основную добычу. Это грузуны, находясь в стае обезьян. Так, по наблюдениям ученых из Оксфордского университета, вероятность удачной охоты на грузунов в стае обезьян составляет 67%. А вне стае обезьян удача, к сожалению, покидает волков, и не более четверти или 25% попыток завершаются добыча в зубах. Дело в том, что обезьяны и волки имеют сходный размер и сходную окраску. И грузуны спокойнее реагируют на приматов, ну, и не замечают среди них хищников. Это как волк в живой овече шкуре, сказал эколог из Оксфордского университета. И вне зависимости от причины, волки все же-таки смогли оценить всю выгоду нахождения среди обезьян. И при этом не поддаться искушению, чтобы закусить их детенышами. Наблюдатели лишь однажды видели, что волк схватил молодую обезьяну. Но соплеменники обезьян напали на хищника, отбили детеныша, и при этом еще прогнали нарушителя своего, так называемого, договора прочь из общей стаи. И при этом остальные волки не препятствовали в этом обезьянам, и спокойно отнеслись к изгнанию их изгоя соплеменника из общей стаи. — Константин, давайте мы сейчас остановимся, включим музыкальную паузу, послушаем хорошую музыку, потом мы продолжим про волков и обезьян. Надо вообще было остановиться там, а вот вы знаете почему? И сразу переходим на музыкальную паузу. Пускай вы наши радиослушатели подумали, свои версии придумали, а почему. Ну что ж, так или иначе, мы переходим к музыкальной паузе. Четыре минуты у нас есть. Расслабляйтесь, отдыхайте, и потом продолжим изучать нашу серьезную тему эволюции разума. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 января 2016 года, четверг, по одному из старинных, 41-й день месяца белого сияния покоя мира, с 1524 лета, вторник. Эволюция разума — такова тема сверх нашего эфира. Главный сведущий Юрий Алексеевич Тяжлов и Константин Александрович Драманчук. И вот Константин нам рассказывал про, я бы сказал так, прирученных обезьянами волков, которые не нападают на обезьян, между ними ходят так нормально, и в случае чего даже защищают этих обезьян. И секрет скроется, по мнению ученых, в том, что при помощи обезьян они маскируются от грызунов, и грызуны не обращают внимания на обезьян, а волки тут как тут хватит их и питаются. Хорошее, интересное такое пояснение симбиоза в природе. Что еще там про обезьян и волков ученые накопали интересного? Ну, значит, мы остановились на том, что волки не препятствовали в том, что обезьяны изгоняют их соплеменника, делают его изгоем. И здесь необходимо выделить, что сообщество красных волков и сообщество обезьян пришло к разумному решению, а именно совместного взаимовыгодного сотрудничества, что, несомненно, позитивно повлияло на выживаемость обоих видов. И здесь я отмечу несколько очень важных моментов именно в анализе этой ситуации. Ну, важно то, что такое решение родилось именно в многочисленном племени, а не среди одной-двух представителя разных видов животных. Ну, мы часто такое наблюдаем, когда кошка дружит с собакой там и так далее. Но чтобы одно сообщество диких зверей так явно изменило поведение по отношению к другому сообществу, Ну, вот это вот я, например, такое увидел впервые. И самое важное, на что редко обращают внимание, так это на проявление у животных элементов разумности. Оно встречается, кстати, и у насекомых, ну, то есть у широкого класса организмов. Например, когда муравьи выращивают и подсадут личинок тли, а взамен пользуются их сладким секретом. То есть попросту используют их, как люди пользуются коровы. Чем здесь не проявление разумности у насекомых, причем приводящее к позитивной эволюции обоих видов. И необходимо отметить, что разум проявляется только лишь при объединении существ в единое сообщество. Причем тогда, когда количество членов этого сообщества переступает определенную численность, так называемую критическую массу. Ну, вот возьмите, к примеру, сообщество муравьев, пчел, какие еще косяки рыб, стаи птиц, ну и так далее. У этих сообществ каждый отдельный ее член не проявляет разумности. Но объединение в единое сообщество создает разумный организм. Ну, не разумный организм, но организм, у которого уже проявляется разумность. То есть качественные изменения поведения сообщества связаны именно с объединением пси-полей всех членов этого сообщества. А что это значит? Значит, что именно объединение общей целью пси-поля каждого индивидуума в общее пси-поле всего сообщества. И заметьте, в этом объединенном пси-поле участвуют все нейроны каждого индивидуума сообщества. И это объединенное пси-поле, в свою очередь, уже влияет на всех участников. Если, к примеру, у одной пчелы имеется порядка миллиона нейронов, ну там ученые так подсчитали. Почему именно нейронов? Потому что именно нейроны дают максимальный поток материи пси-поля, да? То у сообщества в 50 тысяч пчел, ну это среднее сообщество пчелиной семьи, потоки этих нейронов объединяются уже в количество около 50 миллиардов, получается. Что, несомненно, на порядке больше, чем поток одной пчелы. И вследствие ограниченности одной особи, они могут эволюционировать, эволюционировать именно свой разум, лишь только в объединенном коллективе. И это является неотъемлемой спецификой работы разума в сообществах. Да что там животный мир? Даже у таких существ, как грибы, было зафиксировано проявление разумности в поведении. Так вот я нашел, что профессор Ташиюки Накагаки, это биолог и физик из университета в городе Хоккайдо в Японии, взял мицелий из желтого плесневелого гриба, на латыни он называется фиссарум полисифарум, и положил его у входа в небольшой 30-сантиметровый лабиринт. В другом конце лабиринта, на выходе, он поместил кубик сахара. Ну обычно мицелий разрастается в виде круглой симметричной сети паутинок. Но экспериментальный мицелий гриба, вот этой желтой плесени, ну вы наверное его видели, он растет в природных условиях на листьях, там на камнях, желтая такая плесень. Так вот этот гриб повел себя совершенно иначе. Он как будто бы издалека почувствовал неизвестными науками, структурами органов чувств, наличие еды для своего мицелия, ну то есть сахара, и начал посылать на его поиски свои ростки. То есть не по кругу, а именно целенаправленно. То есть рост мицелия начался не вокруг, а вот эти паутинки его мицелия росли в направлении сахара, раздваиваясь на каждом перекрестке лабиринта. И те из них, кто попадал в тупик, разворачивались и начинали искать путь в других направлениях, направления сахара. И в течение нескольких часов вот этот мицелий гриба заполнил проходы лабиринта, а к концу дня нашел дорогу к сахару. Но на этом эксперимент не закончили. Они, ну группа вот этих ученых японских, взяли маленький кусочек от мицелия гриба, который участвовал в первом эксперименте, и положили его у входа точной и пустой копии первого лабиринта. И также с кубиком сахара на другом его конце. И что самое удивительное, вообще никто не мог это предсказать, да, в первое же мгновение паутинка мицелия гриба разветлилась на две. Один отросток мицелия продолжил свой путь по лабиринту прямо к сахару, без единого лишнего поворота, а второй отросток вскарабкался на стену лабиринта и пересек лабиринт по прямой линии, по потолку, прямо к цели к сахару. То есть у гриба можно наблюдать, что у него появилась не только память, причем память в маленьком кусочке мицелия от материнского, но он даже самостоятельно смог изменить правила игры, поставить свои. А это уже не что иное, как проявление интеллекта. Причем опыт они повторяли несколько раз, с разными лабиринтами и результат зафиксировали один и тот же. А в одном из опытов они положили два кубика сахара, ну два выхода было из лабиринта и два кубика сахара. И мицелию хватило лишь одного опыта, чтобы узнать, на каком перекрестке разветлиться и кратчайшим путем добраться до обоих сахарных кубиков. Ну, к сожалению, конечно, вот эти японские исследователи не смогли, может быть, побоялись просто за свои научные легалии, именно разгадать природу проявления разума у грибов. И оставили свой эксперимент без выводов, просто констатировали вот этот факт. Ну, либо как проявление божественности. Какой же можно сделать на основании вот этого примера вывод? Ну, во-первых, наглядно на эксперименте вот этих японских ученых можно зафиксировать проявление интеллектуального разума даже у таких вроде бы примитивных существ, как грибы. И самое интересное, что мозг и, собственно, нейронов у грибов никто не обнаружил. И получается, для современной науки вообще непонятно, как происходит мыслительный процесс и где же находится память у этого плесневелого гриба. А ответить на эти вопросы можно лишь, поняв природу сущности и тело, физического телоорганизма. Но более подробно об этом можно прочитать в трудах академика Левашова. Скажу лишь кратко, что любой живой организм – это не только тело, но и тонкоплановые элементы, сущность, да? Именно поняв работу сущности совместно с физическим телом, можно ответить на вопрос, что такое жизнь, что такое разум, память и многое другое. И недаром абсолютно во всех религиях, и в том числе христианстве до определенного времени, есть понятие о душе, ну, собственно, о сущности. Понятие о реинкарнации, то есть о смене сущностью тела при своей эволюции. Понятие о многомерности мира, в конце концов. Ну, это существование помимо нашего мира, еще, например, в христианстве, например, ада и рая. Ну, или миров Нави и прави в древеславянском понимании. Так вот, давайте вернемся к нашим грибам. Процесс запоминания ходов в лабиринте происходит именно на уровне сущности гриба. И тем более на уровне его сущности происходит процесс анализа ситуации. Помните, как гриб выбрал кратчайший путь до источника питания? То есть можно сказать, что эволюция разума есть не что иное, как эволюция самой сущности. И у нашего гриба в момент анализа ситуации, у его именно сущности, произошли процессы, приводящие к изменению вот этих самих танкоплановых структур сущности. А эти изменения, в свою очередь, на сущности, так или иначе, рано или поздно отражаются и на самом физическом грибе. То есть эти изменения закрепляются уже на самом генетическом аппарате гриба. И так происходит постепенная эволюция сущностей, а вместе с ней и эволюция физического мира в целом. Вот такое наблюдение за матушкой природой, с научным подходом и анализом, подбрасывает людям ответы на процессы эволюции разума, да и на понятие эволюции вообще. И если вернуться к обществу, то эволюционный процесс – это и есть качественный, положительный для общества переход из одного состояния общества в другое, подчиненное процессу развития разума. Ну вот если посмотреть вокруг, оглянуться, то разумом, в принципе, заполнил весь окружающий нас мир. А наука до сих пор не замечает эволюционный характер развития разума. Условные рефлексы животных постепенно эволюционируют уже в более интеллектуальное поведение. И это, в принципе, наглядно видно в представленных мной примерах выше. И вообще разумное поведение, только оно способствует выживанию сообществ. В первом перечисленном примере мы видим, как у вроде бы диких животных над инстинктами и страхами появляется уже контроль. А что это значит? Это значит, что появляется управление и контроль своими эмоциями. А это, в свою очередь, уже отражается на всем гормональном балансе каждой особи этого общества. То есть контроль эмоций, что несомненно является эволюцией разума, вызывает изменения и перестройку уже всей нейроэндокринной системы каждого индивидуума. И это ведет к изменению самой особи, то есть эволюции уже самого физического тела, а за ней ведет и к изменению всего сообщества. Вот так, благодаря преодолению страхов, то есть контролем за своими эмоциями, существа разные, причем существа, начинают выживать совместно. И не случайно ведь человек спокойно существует с лошадьми, собаками, другими там многочисленными домашними животными. И при этом животные осознают необходимость жизни рядом с человеком. И мало того, многие из них уже даже не могут самостоятельно существовать без него. И впоследствии у существ с их эволюционным ростом развивается уже творческое сознание, формирующее свою реальность с элементами управления уже процессами. Ну, это характерно на Земле для сообщества людей, ну, еще, наверное, для сообщества дельфинов. И заметим, с осознанием законов природы, выходящих за пределы уже нашего понимания, творчество переходит на новый уровень осознанного творения. Ну, это, скорее, уже прерогатива будущего нашего человечества. И это эволюционное приобретение уже можно будет назвать как новое качество разума. А наше же общество, в принципе, подчиняется этим же самым законам. И мы с вами не индивидуалисты, которые случайно оказались в обществе людей. Именно общество, зародившееся на раннем этапе развития цивилизации, человеческой цивилизации, и позволило поднять наше сознание на более высокий уровень. То есть перейти от первобытного понимания. Давайте попробуем ответить на вопросы, как оценить текущий уровень разума любого сообщества живых существ. И по каким критериям это можно сделать. Но, боюсь, что критерий прошлого века здесь уже не подходит. А единственное правильным здесь, это проявлять разумные действия. Так вот академик Левашов ввел такую классификацию эволюции человека. То есть животное, разумное животное и, собственно, человек. И вот эта вот градация разделяет живых существ по уровню сознания и разумности их действий. И эти стадии своего развития так или иначе проходят абсолютно каждый человек, начиная от своего момента рождения и до самой смерти. Но наиболее показательно, это можно разобрать на следующем примере. Так, американские этологи, ну, этологи это ученые, которые изучают социальные поведения у животных, причины отклонения их поведения в целом. Так вот они провели эксперимент по введению так называемых трудовых отношений в стаи обезьян-капуцинов. Причем хочу обратить внимание, что вот эти обезьяны-капуцины считаются самыми глупыми приматов. И они им придумали работу за универсальный эквивалент работы, деньги. И работа состояла в том, что необходимо было нажать на рычаг с очень приличным усилием для обезьяны 8 килограмм. А вес самцов этих обезьян редко достигает порядка 5 килограммов. Ну, в принципе, это очень большое усилие для таких некрупных обезьян. И даже не все самцы и самки могли этот труд, в принципе, даже сделать. Так вот, за каждое нажатие рычага обезьяна стала получать вознаграждение, кисть винограда. И как только они поняли суть, что нажатие на рычаг равняется еда, им тут же ввели промежуточный эквивалент еды, разноцветные пластмассовые кружочки, ну, своеобразные такие деньги. То есть теперь вместо винограда они стали получать вот эти вот деньги-жетоны, причем разного номинала. За белый жетон они могли купить кисть винограда, за синий две кисти винограда, там, за красный стакан газировки, ну и так далее. И тут началось самое интересное в этом эксперименте. Обезьянье общества расслоилось. В нем очень быстро возникли те же самые типы поведения, что и в человеческом сообществе. И заметьте, я вначале еще обратил внимание, что это самый примитивный из приматов. В их обществе появились трудоголики, появились также и лодыри. Мало того, даже появились бандиты и накопители богатства. Одна обезьяна, по сообщениям экспериментаторов, умудрилась за 10 минут нажать на рычаг 185 раз. Наверное, очень много хотелось денег заработать. А некоторые обезьяны предпочитали работе рэкет и начали отнимать деньги трудоголиков. Но главное, что было отмечено, у обезьян проявились те черты характера, которые ранее у них абсолютно не отмечались. У них проявились жадность, жестокость, месть, сильная подозрительность друг к другу, недоверчивость. И ученые также отметили, что обезьяны постоянно находились в стрессе. Их гормональный баланс адреналина там все время зашкаливал. И также было отмечено общее физическое самочувствие, ухудшение общего физического самочувствия. Наблюдалось уменьшение веса даже, несмотря на более усиленное питание за деньги. Тогда экспериментаторы начали просить одинаковое количество монет и за яблоки, и за сладкий виноград. И, естественно, стало, что яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда таяли. Но картина очень сильно поменялась, когда цена на яблоки снизилась вдвое. То есть за одну монету стали давать два яблока или там небольшую кисть винограда. То есть после небольшого замешательства обезьяны стали тратить практически все свои деньги на большее количество яблок. И виноградом только покупали его иногда, ну, как деликатес, пользовались как деликатесом. Вот. А когда в один из дней все подопытные животные в общей клетке уже знали, что одни предметы стоят дороже, другие дешевле, то одна из обезьян вообще придумала такую хитрую комбинацию и проникла в отсек, где экспериментаторы хранили все деньги. И просто-напросто присвоила все монеты себе и при этом сильно отбивалась от людей, пытавшись отобрать у нее добычу. И так было отмечено первое обезьяне ограбление банка. А дальше вообще, дальше больше. Прошло несколько дней, и капуцины открыли у себя такой феномен, как проституция. Так как многие самки физически не могли нажимать на рычаг, а кушать-то им хотелось, то они начали вступать в бизнес с самцами за деньги. Вот так вот за короткий промежуток времени обезьяны очень быстро освоили все современные, так называемые, либерально-капиталистические отношения. И что еще хочу отметить, что ученые, к сожалению, кроме как защиты докторской диссертации, дальше не пошли. А выводы здесь совершенно неутешительны для нашего общества. Ведь внедрение в денег в сообщество обезьян наглядно расслоило его. И деньги проявили новые паразитические ниши и новые паразитические роли в этом обществе. А отсутствие общественных устоев и разрушение традиционного порядка поведения, и все это способствовало разрушающему обществу характеру действий его членов. В этом сообществе обезьян вдруг появились негативные качества. И связано это с тем, что появилась возможность у одних участников общества паразитировать над другими. То есть появилось несколько паразитических ниш. И видно, что эволюционный уровень сообщества обезьян не смог преодолеть вот этого искушения. То есть он не смог отделить и ограничить вредные для общества действия для всего общества. И воспользоваться только положительными факторами вот в этом искусственном изменении внешних условий. Но, к счастью, природа все стремится вернуть к балансу и гармонии. И это является естественным процессом в природе. И, как вы помните, у обезьян эксперимент закончился расстройством гормональной системы всех практически особей обезьян и сопутствующими этому стрессовыми болезнями. А в дальнейшем, я думаю, скорее всего, это привело бы просто к вымиранию особей. И здесь можно, в принципе, понять, как природа делает свой естественный отбор. И что ничего мистического в этом нет. Так вот, несут ли давайте сейчас перейдем на музыкальную паузу, а потом продолжим, да? Да. Вот, как бы хотелось, чтобы ты закончил все-таки, потому что у меня есть тоже свои какие-то выводы. Но раз ты предложил музыкальную паузу, а у нас еще есть минута, я сейчас так в раздумье, что все-таки сделать? Сходить за яблочком, как капуцина? Нет, шучу, конечно. Давайте включаем музыкальную паузу, насладимся красивой музыкой, а потом продолжим разбирать роль интересную и важную для нас тему. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21-й наряды 2016 года четверг, по одному из старинных 41-й день месяца «Белосияния, покоя и мира» с 1524 лета, вторник. Эволюция разума таковая тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Юрий Алексеевич Тяжлов и еще один главный соведущий Константин Александрович Дарманчук. И вот Константин Александрович нам рассказывает очень интересные истории про очень интересные эксперименты ученых. И мы подходим сейчас к выводам об эксперименте с капуцинами. Да, ну к выводу я уже начал делать. То есть я подчеркнул, что они неутешительны для нашего общества. Так вот, несут ли деньги в нашем обществе положительное эволюционное значение? Ну, я думаю, что нет. Так как деньги являются всего лишь инструментом, с помощью которого можно и поднять уровень общества на определенный уровень, но также можно и окончательно его разрушить. И вот этот вот пример с обезьянами, да, как раз об этом и показал, что если бы в дальнейшем я думаю продолжили эксперимент, то все-напросто закончилось бы болезнями и смертью этих обезьян. Вот что происходит в обществе, когда отсутствует традиционное представление о морали и нравственности. И мы здесь можем видеть, как общество обезьян, находясь на недостаточном для преодоления разрушающих внешних условий эволюционном уровне и пользуясь лишь своим одним умом, постепенно деградирует и вымирает. Вот в приведенном мной примере выше. И есть только один механизм, который дает стабильность общества вне зависимости от дестабилизирующих внешних факторов, а именно только проявление разумных действий с полным осознанием их последствий. Потому что только это может привести к эволюции общества, невзирая на дестабилизирующие это общество факторы. Или тогда мать-природа возьмет все в свои руки. И тогда будет очередная эпидемия, катастрофа, очередной всемирный потоп и так далее. Что, собственно говоря, в примере мы и наблюдали. И если взять человеческое общество, то возникает вопрос, откуда в нем берутся люди или группы людей, не подчиняющие вот этим внешним разрушающим факторам. Ведь борьба за жизнь в суровых условиях, казалось бы, должна установить раз и навсегда вот этот паразитический закон джунглей внутри общества. Однако эволюция разума находит другое, более эффективное решение, а именно формирование более высокого уровня сознания каждого члена общества. Именно осознание новых этическо-моральных ценностей каждого индивидуума общества и приводит к появлению новых отношений в обществе, приводящих к дальнейшей эволюции. Именно это способно развивать любое общество дальше, иначе будет тупик и деградация к животному состоянию. Именно появление лидеров с такими качествами может повернуть сообщество на новый виток своего развития. Возвращает так называемым истинным человеческим ценностям этих лидеров именно генетическая память. Эта память формируется многими тысячелетиями, если не десятками тысячелетий. Она откладывается в генетике каждого индивидуума общества, который дал соответственно свое потомство. И если когда-либо на земле был золотой век, что мы можем наблюдать из артефактов, то эта память есть в генетике потомков людей, живших в этом золотом веке. И эта генетика при развитии сущности человека на определенный уровень может быть ей доступна. Видите, как я завернул? Именно поэтому эволюционная составляющая общественной жизни должна быть независима от наличия каких-либо новых факторов. Понимание каждого члена общества о правильных взаимоотношениях в нем, которые могут быть нарушены внешними и внутренними факторами, неграмотным использованием инструментов, должны быть обязательным для каждого, причем откладываться с самого детства. И в наше время значимость общественного устройства для развития разума явно недооценена. А ведь она давно доказана примерами из тех же животных сообществ. Часто человек понимает это лишь уже в окончательно в трудных ситуациях, когда ему уже требуется помощь общества. Однако отравление общества паразитизмом убирает самое важное его назначение, а именно дать возможность эволюционному развитию. Так как без общества я считаю эволюционное развитие в принципе невозможно. и странным является и то, что сам эволюционный процесс до сих пор к сожалению не заметен для общества. И именно искусственное ограничение доступа к знаниям уже сейчас даже становится слишком очевидным. Ведь ничего сложного в принципе в этом процессе нет. А его единственный недостаток это длительность. поэтому его можно скорее увидеть с позиции прошлого, которой следует человек. Механизм вот этого эволюционного процесса во многом идет методом проб и ошибок. И каждый день перед обществом стоит ряд задач и задачи, часть из них общество может решать долго путем этих проб и ошибок. Так как поэтому вследствие того, что он просто не обладает изначальными знаниями, накопленными предками. И то есть происходит новый естественный процесс накопления опыта в решении этих задач. И накапливается новая уже база знаний. И со временем при достижении определенного уровня знаний происходит качественный переход, который поднимает уровень общества и соответственно уровень каждого члена этого общества. И доступ к знаниям о человеке к сожалению сейчас целенаправленно блокируется, чтобы именно замедлить этот процесс. И его полная остановка возможно ну наверное ближе при полном братстве. На что в принципе и направлены технологии все технологии финансового порабощения, различные методы геноцида и так далее. И этот процесс просто необходимо остановить и развернуть спять. и здесь ведущую роль играют именно знания. Знания именно об эволюционном процессе. В принципе эти знания нам передал Николай Викторович Левашов. И примеры, которые я привел, они наглядно говорят о том, как человек может осознать и применять образ эволюционного процесса, а также сознательно направлять общество на свое эволюционное именно развитие, а не деградацию. И в заключении хочу отметить, что возможно искусственно повлиять на процесс эволюции. Как затормозить его, что в принципе мы наблюдаем сейчас, так и что важно для нас ускорить его. И для последнего очень важно именно вот, как я уже говорил, высшее распространение знаний Левашова, ведь он неоднократно говорил о том, что необходимо преодолеть влияние вот этой паразитической системы и встать уже на путь эволюционного развития всего нашего общества. Вот как-то так. Последние исследования привели меня вот к таким вот выводам именно об процессе эволюции разума, как в принципе неотъемленном процессе развития любого общества. Хорошие выводы. А скажи, ты вот говорил про эволюцию, которую можно затормозить или ускорить, ты имел в виду что, эволюцию человека или эволюцию общества? Эволюцию человеческого сообщества. Но через человека или просто в данном случае мы говорим о всем обществе, что вот эволюционирует все общество? А если общество будет эволюционировать, то и индивидуумы, то есть люди, которые входят в это общество, естественно, они тоже будут эволюционировать. А на тот взгляд, что первично? А тут нету яйца и курицы. Здесь это в части неотъемлемые. Тут одно без другого не будет. Тут нет первичности или вторичности. То есть эволюция каждого члена общества приводит к эволюции всего общества. А эволюция всего общества соответственно приводит к подтягиванию всех членов общества до определенного уровня. Эволюция всего общества, всех людей в обществе, возможно ли одновременно сразу? Начнем с того, что все люди разные. И появление именно критической массы начнет приводить к эволюции всего сообщества. А влияние всего сообщества как единого пси-организма, как они еще называются, Грегоры, по-моему, вот этого влияния всего пси-поля будет именно влиять и на всех членов и подтягивать его до вот этого определенного уровня, ниже которого они просто не могут в этом обществе существовать. Например, общество, у которого нет преступности. И, соответственно, преступник там просто жить не сможет, правильно? Либо будет изгоем, уйдет в другую страну там жить, либо просто-напросто будет жить по этим законам. Я тебя понял, но все равно получается в данном случае это личная все-таки эволюция, и эти личности, их становится больше, и после этого создается та критическая масса, через которую производится влияние на все общество, и те члены общества, которые находятся на более низком уровне развития или понимания, они так или иначе вынуждены подтягиваться, поэтому все-таки первично получается человек. Сначала он эволюционирует, развивается, и дает возможность... Да, пожалуйста, Иль. Здесь очень важный вопрос в том, что без общества человек не может эволюционизировать. Ну, то есть получается так, что вот индивидуально, исключительно индивидуально практически невозможно развиваться. То есть вы в любом случае, находясь в обществе, вы, скажем так, это вот, кстати, одно из тупиковых вещей, мнений, что индивидуально можно развиваться. То есть вы определенные качества вообще не получите, если вы будете вне общества. Это, кстати, вы можете увидеть как бы и в том числе там подшельникам и так далее. Это всего лишь определенное, можно сказать, такое ограниченное развитие. Вот. А качества, которые есть в обществе, которые необходимы просто человеку для развития, он просто не получает при сугубо индивидуальном развитии. Я тебя понял. Мы говорим, в данном случае, не про отшельников, мы говорим про общество и индивидуумах в обществе. То есть если мы говорим, что одновременно общество не может, одновременно сразу все, поскольку все индивидуальные и уникальные, развиться до определенного уровня, то в этом случае так или иначе мы говорим о том, что сначала должна появиться критическая масса развитых личностей внутри этого общества, не живущих отдельно в пещерах и берлогах, а внутри этого общества те, которые осознали, что общество разрушается, что происходит деградация человека, как внутри общества, так и деградация самого человека. И они тогда, вот эти пассионарии, то, что называется, развитые личности, увеличивая свой объем, количество таких развитых личностей, начинают уже влиять на само общество. И тогда всем членам общества, которые даже не думали развиваться, так или иначе приходится подтягиваться, потому что уже спрос с них другой. То есть, как вот привел пример Константин, преступникам тут нечего делать, потому что их сразу или вычисляют, или изгоняют после этого, или просто делают такое, что они не могут быть уже преступниками. Вот, поэтому так или иначе мы должны учитывать, что первоначально все-таки мы работаем сразу на все общество, всем пытаемся дать какую-то идею, чтобы одновременно все продвинулись. На мой взгляд, и, как сказал Константин, все люди разные, вряд ли это получится. А если, например, да, мы говорим всем, но при этом делаем упор на тех, кто готовы осознавать, на тех, кто готовы развиваться и на тех, кто готовы двигать дальше свое развитие и само общество, вот это, наверное, более правильный путь. Ведь известно, что серая масса, ее всегда много, над ней дальше идут те, которые готовы что-либо производить, делать, развиваться, дальше идут те, которые, ну, скажем так, предводители или витязи, уровень такой очень высокий, они и духовно развиты, и физически развиты, и в конечном итоге идут те, которые дают знания, которые уже очень высоко развиты, и которые витязям дают необходимое знание для того, чтобы витязи могли передавать знания дальше. Если, например, высший волк какой-нибудь, жрец, ученый высший придет в серую неподготовленную массу и начнет что-то там делать, то в этом случае я себе представляю, что с ним произойдет. Это, ну, будет очень печально выглядеть. Ну, вот как сейчас, например, сидят зрители, вот представьте себе, кинотеатр, только не такой, где там 20 или 40 мест или 100, а такой, где несколько тысяч мест, ну, вот такой дворец съездов, и его превратили в кинотеатр, и показывают там Дом-2, и говорят, бесплатная вода, пепси-кола, бесплатные вам чипсы, бесплатная вам раздевалка, туалет, после этого Дом-2 музыка бесплатно, пожалуйста, танцуйте, но только, пожалуйста, приходите, вот вы должны сначала посмотреть Дом-2 в течение там шести часов. И вот представляете, вдруг вот эти вот люди, которые приперлись, другого слова, если не могу подыскать, приперлись на этот Дом-2, чтобы пожрать чипсов, кукурузы и попить Кока-Колу, потом потанцевать, повеселиться, вдруг прерывается Дом-2, выходит такой высокоразвитый индивидуум, высшее образование, умеющий говорить, высокие, великие цели, и начинает повествовать вот этим вот, чтобы не ругунц, это, человекообразным существам, которые пришли поразвлекаться, какие-то высокие материи. Вот что дальше произойдет? Я думаю, он уйдет облитый пипсикол и весь облеплен этими чипсами, если, конечно, сам еще уйдет, если его не вынесут. Вот поэтому необходимо учитывать ступеньки развития. Невозможно с первой ступеньки сразу прыгнуть на десятую ступеньку, если ты еще вторую, третью не прошел. То есть, вот эта последовательность, взаимодействие, связи, они должны каким-то образом учитываться. Вот я о чем спрашиваю и вот вопрос мой. Все-таки мы должны до всех сразу действовать или понимать, что все люди разные и все находятся на разных ступенях развития своей личной эволюции, своего разума, генетически, может быть, как-то по-разному устроены. И поэтому необходимо все-таки делать упор на тех, кто готовы продвигать идеи, чтобы становилось больше, больше, больше. И вот критическая масса дала все-таки толчок к развитию вот в этом обществе. Можно я скажу? Здесь однозначный ответ. Костя, разреши, пожалуйста. Значит, здесь ответ однозначный. Надо использовать все возможности. А это означает, что информации, то есть, надо понимать ситуацию, что качественной информации не хватает. Поэтому качественная информация должна не только ориентирована быть на отдельных каких-то людей. То есть, определенный уровень информации, например, та же самая, ну, ее можно назвать как азбука или букварь, да, для понимания. Она должна быть ориентирована на всех людей. Абсолютно. И это означает, что, в принципе, нужно заниматься и тем и другим. Потому что общество состоит и из тех, и других людей. Естественно, понимая о том, что люди разные. Константин? Ну, я, в принципе, полностью согласен с Юрием и хотел именно в таком же ключе сказать. что информация должна доводиться абсолютно для всех. Просто для некоторых это будет не информация, это будет, она с ним будет качественно несовместимой. Она просто мимо пройдет и все, как говорят, в одно ухо влетит, другое вылетит. Или в один глаз войдет, другое вылетит. Вот. Поэтому ничего плохого в этом нету. Но, что касаемо общества и людей, хочу сказать, что вот приведенные тобой там примеры витязей, там волхов и так далее. Все эти витязи и волхвы, они родились людьми. И они родились на стадии именно животного. Они в этом обществе прошли стадию животного, разумного животного и стали, собственно, человеком. Поэтому без этого бы общества бы, они не стали бы тем волхвами или теми витязями, которыми, как ты привел в примере. Вот. Поэтому нельзя здесь говорить о первичности и вторичности. Это взаимоисключающие друг друга процессы. Поэтому общество, без людей общество не бывает. Соответственно, люди без общества тоже не могут эволюционировать. Отлично. Молодец. А можешь ли ты сказать, что дебилы в обществе, даже высокоразвитом, могут развиться до высокого уровня развития своего личного и так далее, разумности, например? Ну, что хочу сказать, что дебилизм это органическое поражение головного мозга. А развитие сущности может лишь происходить, когда поток от ДНК нейронов этого физического мозга несет определенный поток и доходит до определенных уровней в результате тех или иных действий человеком. Соответственно, у дебилов мало того, что и сущность может войти очень низкая в тело дебила. Почему? Потому что они должны быть качественно согласованными. уровень сущности будет соответствующим. И действия дебила соответственно не смогут привести к его эволюции. Но это лично мое мнение. Понял тебя, благодарю. Вот я это и хотел узнать. Так получается, если у нас есть дебилы, если у нас есть интеллектуалы от рождения, генетические, ну вот генетически сложилось, что родился дебил, а рядом на соседней койке лежала мама, которая родила гения, который по своим предрасположенностям всем способен быть как минимум витязем, я уж не говорю про волхва, то неужели вот тот высокий разум, который здесь управляет всем и вся, видели это богов наших древних, видели это какого-то эгрегора, созданного богами и нашими предками, или видит что-то другого, сейчас мы это не уточняем чем, неужели он не подведет этого высокоинтеллектуального, готового к развитию человека на тот уровень, чтобы что-либо изменить, чтобы ему дать возможность развиться, ведь сколько ты не упирайся в дебила, дебил-дебил ему останется, можно конечно высокоинтеллектуального человека опустить ниже плинтуса, но все равно он будет там чем-то выделяться, он может стать каким-то, если не великим витязем светлым, то хотя бы каким-то витязем среди бандитов, но тоже может с какими-то интеллектуальными высокими представлениями, может какой-то у него кодекс будет свой моральный, дебил тоже может воровать, но при этом он как был дебилом, так остается, и в то же время если пытаться в институт и того и другого послать, где будут правильные учителя и так далее, то мы увидим, что один развивается и становится кем-то на высоком уровне, а второй, как он пришел, с тем он в принципе остается, то есть учитываем ли мы в данном случае генетическую особенность, через которую наши пращуры, наши боги и Грегор или какие-то еще светлые сущности могут управлять и могут направлять вот этих вот личностей, которые потом в дальнейшем могут влиять на общество по той самой шкале градаций, которую я нарисовал. Как я уже говорил выше, вот эту градацию животное, разумное животное и собственно человек. Так вот, если например будущий витязь, ну не будущий витязь, назовем человек, в которого вошла сущность, которая может развиться до будущего витязя, при определенном помещении вот этого вот ребенка, например, в определенную социальную среду и в этой определенной социальной среде он не сможет выйти до там 7-8-9 лет из уровня животного, то никакая сущность пробиться не сможет потом и ничего сделать она уже не сможет, к сожалению. Это законы природы. Согласен. Вот. И поэтому этот витязь так и останется пустоцветом и он уже не вот эти все его наработки, его сущности в этой жизни они уже себя не проявят при всем желании. Это вот как если из примеров, то это вот пример Маугли. Очень просто наглядный пример, да, может быть и всем уже оскомину наел, да, но это очень наглядный и подтвержденный многими учеными пример, когда дети от нормальных родителей, помещенные в определенную среду, воспитывались там или в стае там диких животных или в стае бродячих животных, вот, и они уже никогда не смогли, хотя они абсолютно нормальные, полноценные, физические и нормальные сущности, так как родители у них абсолютно нормальные. Это много таких примеров, и они уже людьми, они, может быть, даже научатся говорить, но именно стать интеллектуальными и проявить человечность и человеческие качества они уже не смогут, они так и останутся животными, и так им управлять будут только инстинкты, а не разум. И это констатация факта, это, тут против этого не попрешь. Я согласен с тобой. Я-то говорю немножко про другое. Если мы будем опираться на уже одебиленных Маугли, которых сейчас огромное количество в нашем обществе, и пытаться с ними говорить на высокоинтеллектуальном уровне развития, мы, ну, как бы, получим один результат. Если же мы будем говорить с теми, кто хотя бы генетически еще способен развиваться, и которые способны, с людьми, которые способны понимать, о чем с ними говорят, чувствовать это, у которых канальчик открыт, сущность общается, нейроны работают, ну, все вот эти качества, о которых мы говорили, то в этом случае, на мой взгляд, мы добьемся большего и быстрого, быстрее добьемся большего эффекта, нежели чем будем распыляться во все стороны. Вот о чем я говорю. То есть, конечно же, можно, я говорю, прийти и тем, кто смотрит Дом-2, нескольким тысячам людей начинать говорить о высоких материях. Но они уже маугли, по своей сути, они уже не способны нас понимать. Во многом, если они собрались в то месте, где смотрит Дом-2 и пьют газировку и чипсы жрут, они уже не способны нас понимать, это уже маугли. А если мы придем туда, где эти люди, другие люди готовы нас воспринимать, и, например, эти две тысячи, пускай так остаются две тысячи, с ними сейчас пока ничего мы не делаем, мы идем к десятку людей и с ними проводим правильные процедуры общения, и они развиваются дальше, то тогда вот эти вот десяток становятся теми самыми управителями, которые этих маугли хотя бы смогут удерживать и создавать общество, чтобы эти маугли не натворили что-либо. То есть, уберут Дом-2, уберут эти посиделки дурацкие с пьянками и всем остальным. То есть, создадут условия для развития общества или хотя бы уборки деградации, чтобы они хотя бы не падали ниже, чтобы их дети уже получали правильную информацию не через Дом-2, а через какие-то, может быть, правильные мультфильмы, фильмы, там, все остальное. Дело в том, что те, кто смотрят Дом-2, не все дебилы. И вопрос в каждом случае индивидуальный. Это первый момент. Не, а я вот уточнил, Маугли, я сказал еще, есть такое слово Маугли, то есть, они себя довели, они были не дебилами, но при помощи телевидения они свое развитие остановили и сейчас находятся на уровне Маугли, о котором говорил Константин. А кто сказал, что они себя довели? Ну, неважно, они же это смотрят. Им же никто не ходил телевизором по башке и не бил, не включал. Это может быть совершенно ситуация, все мы понимаем, есть все программы. Хорошо, согласен с тобой. Человек в силу, да. Юр, согласен с тобой, смотри, какая ситуация. Они поддались, их заставили, им подсунули. Ну, случилось так, они на сегодняшний момент Маугли, то есть, у них нейроны уже отключены, уже там много чего произошло, программа действует, то есть, это Маугли, которые достигли уровня своего совершенства на уровне Дома-2 и дальше как бы сдвинуть единицы только из них получится. Нам что, надо тратить энергии на вот этих вот тысячи, миллионы или все-таки сделать тех пассионариев развитых, которые понимают, которых есть возможности и физические, и моральные воспитать этих витязей, чтобы они хотя бы заставили убрать с телевизора Дом-2, включили правильный канал и убрали эту пси-программу и хотя бы эти Маугли, чтобы могли делать что-то полезное в этой жизни, то есть, чуть-чуть перепрограммировать, да, ты не заставишь уже этих Маугли стать, ну, витязями, да, уже все, пределы они свои перешли, заблокировано, но хотя бы программу изменить, чтобы эти роботы стали правильные гайки закручивать, там, тайгу косить или что-то делать, детей рожать правильных, и вот уже дети будут получать программу не Дом-2, а правильные мультики, правильные фильмы, правильные, какие-то развивающие программы? Программы, программирование не наш метод, вот, потому что цивилизация, разумная цивилизация, она высокого уровня, она дает развитие, развитие не бывает через программы, развитие приходит через осознание. Так, Юр, сейчас остановимся, музыкальная пауза, подожди, вот запоминаем, что это не наш метод, вот запомнили, это программирование не наш метод, останавливаемся, делаем музыкальную паузу, Красивая музыка, наслаждайтесь И потом про не наш метод программирования поговорим Народное славянское радио Обсудим вместе Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио Напомню, что сегодня 21 января 2016 года Четверг по одному из современных календарей 41 день месяца белого сияния покоя мира 7500 до 4 лета вторник Эволюция разного Такова наша сегодняшняя тема живого эфира Главный соведущий Юрий Алексеевич Тяжелов Константин Александрович Дарманчук Итак, мы остановились с Юрием в разговоре на том, что Друзья, это не наш метод Мы никого не программируем Пожалуйста, предлагаю продолжить Да, дело в том, что ответ на этот вопрос Он лежит как раз в том процессе эволюции разума То есть в тех процессах, которые сопровождают Развитие разума, развитие структур сущности У каждого человека это происходит индивидуально И на мой взгляд, вот как бы если так ставить вопрос Что вот либо мы помогаем этим Либо мы помогаем тем более высоким сущностям Продолжить путь развития Это не нужно разделять именно так Дело в том, что надо всем дать качественную информацию Качественную информацию того уровня Который они готовы, в общем-то, воспринять и получить Естественно, в случае с Домом-2 Самым эффективным способом будет прекращение передач Дома-2 Но при этом могу сказать, что процесс, например Восприятие информации он индивидуален Одни люди могут воспринимать одни образы Как бы все зависит от сверх их интересов От того, как сложилось их Как они накапливали вот эти вот свои образы в сущности То есть как они вот этот эволюционный потенциал нарабатывали Даже несмотря на то, что они потом подсели на Дом-2 Это может быть всего лишь программа Которая у них крутится И путем, например, передачи определенной информации Эту программу можно вытеснить Даже просто человек переключает свое сознание На определенную область, которая у него интересна И он прекращает смотреть Дом-2 Потому что именно эти образы становятся более яркими И он держит сознание именно в этом направлении А с точки зрения, понятно, что для тех, кто готов воспринять более высокую информацию Тем нужно давать более высокую информацию Ну, то есть одновременно, естественно, потенциал будет расходоваться и туда, и туда И в зависимости от текущей ситуации Этот потенциал можно перераспределять Но при этом, как показывает пример Николая Викторовича Вот, в принципе, он именно так и поступал Он давал информацию всем Не вкладывая конкретного индивидуального человека Тот, кто воспринимал Причем это высокого уровня информации Некоторые воспринимали только часть информации Как бы более низкого уровня Они воспринимали выше Но сама информация была Доносилась Как бы она такая многоуровневая была Я тебя понял Значит, здесь За что я хочу уцепиться Во-первых Левашов все-таки не давал информацию всем Потому что он давал информацию тем Кто пришел Или кому попалось на глаза Он не вышел на первый канал Например, России Или первый канал Украины Или первый канал Беларуси Или первый канал вообще всего этого мира И всем стал рассказывать Он смог дать информацию только тем Кто так или иначе оказался в нужном месте В нужное время Поэтому слово всем в данном случае не подходит И поэтому, если уж человек пришел на встречу Или он смотрел видео То вероятность большая была того Что он уже созрел для получения этой информации Это первое Второе Ты сказал, что самый простой способ Это, естественно, убрать просто эту программу С телевизионных экранов Вопрос Кто ее будет убирать? Сегодняшнее наше общество Показывает то, что управленцы Которые дают возможность Барыгам крутить эти программы Заколачивая на рекламе деньги Они, в общем-то, не разбираются Что там эти барыги крутят Барыгам главное, чтобы смотрели А этим главное, чтобы платились налоги Грубо говоря Или чтобы народ находился В каком-то состоянии определенном Не буду дальше развивать тему Суть в том, что У нас нет на сегодняшний день Рычагов влияния на какие-либо каналы Тем более на тот, где крутится Дом-2 И поэтому Говорить о том, что мы всем можем давать информацию Это из этого исходит Что мы этого делать не можем На сегодняшний момент Поэтому Мы расставляем приоритеты Я же еще начал Естественно, что чем больше людей О чем-то услышат Чем больше зерен мы посеем Это лучше Вообще вопросов нет И Дебилу тоже что-то достанется И Дом-2 Маугли тоже что-то достанется И тем, кто еще не совсем Маугли Тоже что-то достанется И тем, кто Витязи Волхвы Будущие тоже достанется Но приоритет Мы должны разбрасывать зерна Просто идти везде И на асфальт И там, как в притче было На камне И на сухую почву На песок Или все-таки мы должны выбирать В первую очередь там Где этот урожай должен вырасти Чтобы потом Хотя бы накормить Выросшим урожаем Тех, кто готов вырастить И в дальнейшем принять его Чтобы было превышение Вот этой критической массы Чтобы мы могли повлиять на каналы Чтобы мы могли повлиять на барыг Чтобы мы могли повлиять Еще на что-то Создать новую идеологию Методологию Без перепрограммирования Хотя бы вот такими простыми способами Вот о чем идет речь То есть Приоритеты какие-то Мы расставляем на сегодняшний момент Или мы говорим просто в идеале В идеале я с тобой согласен абсолютно Ну, во-первых Даже если бы Николай Викторович Показали на первом канале Это не значит Что посмотрели бы все абсолютно Поэтому А вот в интернете Как раз Именно те, кто интересовался этим вопросом Посмотрели Вот Естественно Информация блокировалась Информация Как бы Даже о том, что он был кандидатом президента Она как бы замалчивалась Там пару Пару небольших роликов было по телевидению Все-таки показали Это да Хотя и убрали Да Ну и была блокировка информации В общем-то Левашове В этом плане Конечно Сейчас повлиять на это не можем Но вот например Могу привести пример Как повлиять на какую-то передачу Вот есть такой сайт Научи хорошему В котором Очень грамотно Даже несмотря на то Что они как бы Не на уровне знаний Не на уровне знаний Человеки Но по крайней мере На уровне психологического воздействия Стороны передач Они Составляют Такие грамотные претензии К передачам К телевидению И так далее И при определенной раскрутке Это очень действенный способ влияния Потому что люди поддерживают Они видят Многие люди поддерживают И если общество Будет продолжать действовать Именно в этом направлении То и Впереди Как деградирующий Разваливающий Общественное сознание Канал ТНП С его передачи Думан-2 У него незавидное будущее На мой взгляд При этом При всем Судя по тенденции В том числе Даже в Государственной Думе И Как бы В обществе То что происходит Общество Все больше и больше Готово к этому Я понял тебя Поэтому В этом направлении Нужно двигаться То есть Ну Здесь Можно больше говорить Ну ладно Да Ну это понятно В общем получается Что так или иначе Мы должны исходить Из той ситуации Которая есть Должны естественно Работать на все стороны Но все-таки Мы Как любой разумный человек Должны понимать Что Можно конечно До туалета Пробежать там Через соседский дом Через там Соседнюю улицу В конечном итоге Зайти в туалет Который от тебя Был в двух шагах А можно двигаться напрямую Для того Чтобы достичь цели То же самое Там до холодильника До работы И так далее Поэтому Любой разумный человек Он расставляет Приоритеты в своей жизни К чему он стремится Как до этого дойти Что нужно делать И путь И так далее То есть навигация И мы как разумные люди Понимаем Что необходимо Воздействовать Сразу во все стороны Но Если Мы видим Что Грязи очень много Ну Даже Давайте Грязь оставим Негатив уберем Вот Выпал снег Я Грубо говоря Выхожу из дома Смотрю Снегом все заменитено Пройти никуда невозможно Я что Я беру лопату Я же не начинаю убирать Есть снег Который у меня на участке Или вокруг моего дома Или вся улица Я прочищаю В первую очередь Дорожки По которым Необходимо ходить Выбрасываю снег С дорожек Чтобы люди И я в том числе И мои дети Знакомы могли ходить То есть я расставил приоритеты Убирать весь снег Да хорошо бы Если бы например Он лежал более Там Упорядоченно Но Такого нельзя сделать И поэтому Я свои силы Вкладываю в то Чтобы Их потратить Для того Чтобы достичь Каких-то определенных целей То есть Проложил дорожки Вот то же самое здесь Когда я говорил Про Управленческие Вот эту структуру Я не то Что отвергал В своем вопросе Я же дал вопрос А не как Наставил Я не то Чтобы отвергал В своем вопросе Что не надо Воздействовать на нижних Просто я говорил На то Что необходимо Сделать такие условия Чтобы соратников Стало То большое количество Которые могли бы В дальнейшем Быть пассионариями Изменять Этот мир В сторону лучше А те К сожалению Которые стали Маугли Чтобы они В конечном итоге Через влияние От этих пассионарий Также могли Подключиться К процессу созидания Ну на том уже К сожалению Уровень На котором Они вот Сейчас находятся Вот о чем Я спрашивал И насколько я понимаю Так или иначе В общем К этому Мы тоже приходим То есть Разброс Просто так Ну не всегда полезен Все зависит От качества сущности Дело в том Что Даже некоторые Высокие сущности Они Обладают блокировками И Как бы В этот процесс Могут не включиться А вот это уже Частность Юр А более низкие Сущности Они могут Включиться В процесс И Зависит От именно От желания То есть Это качество сущности То есть Сказать сразу Что вот это У этого человека Более высокие Потенциал Может быть Более высокий А вот Как пойдет Эволюционный процесс Это как бы По разному Согласен с тобой Это из той же серии Как например Иногда бандиты Делают Очень удивительные Добрые дела На удивление А иногда Очень добрые люди Делают Отвратительные дела Но это не говорит о том Что всегда Бандиты Делают Добрые дела А добрые люди Делают Отвратительные дела Мы с тобой Сейчас в частности Давай не будем ходить Мы рассматриваем Общую тенденцию И пришли к тому Что есть это И в принципе Надо это учитывать Не то что действует Именно так А учитывать Ну это вопрос Вообще-то Такой Более широкий Такой Непрерывной Логики Потому что В обществе Общество состоит Из множества людей И Если у тебя Ты не особо Не вкладывая потенциал Можешь доносить Информацию До Части людей Как бы Это Одна из первоочередных Задач До более широкой части Публики Да Ну а с точки зрения Высокого уровня Информации Вот обратите внимание Между прочим Информация В сущности Разуме Она Очень высокого уровня Ее В принципе Вот в одной книге В одной книге Информация Очень высокого уровня Но восприниматься Она может сначала Первый уровень Потом второй уровень Третий уровень И так далее То есть она уже Присутствует Эта информация Необходимо только Заинтересовать человека Вообще-то Как бы уже было названо Почему мы Эволюцию разума Назвали передачу Вот И Вот самый характер Характер вот этой эволюции Уже конечно говорил У животных в том числе И у человека В период Когда Становление его личности Происходит Они очень схожи И вот этот фактор Он подводит к тому Что Такие знания Они позволяют Человеку задуматься Просто Другого Вот как бы О природе человека Мало кто Говорит И А здесь еще Вот в наших примерах В принципе Мы хотели Показать именно Эволюционный процесс Развития разума То что Один из Один из примеров Является То что Для того чтобы Человеку Стать человеком Собственно Чтобы его сознание В определенный момент Проявилось Ему Необходимо Получить На разных этапах Разную Качественную информацию То есть Если Качественной информации Не будет То и сознание Не появится И Соответственно Это очень сильно Влияет на общество И у нас Это Как бы В обществе Подзабыли Потому что Вот Такие вещи Звучат Представьте Мировое сообщество Говорят В принципе Надо улететь На другие планеты Потому что Здесь будут Разборки Вот Это выход из ситуации Я не считаю Хокинг Тот же самый Получается Что Совершенно Совершенно Не видится Тот момент Что человек В общем-то Природа человека Совершенно Другая То есть Человек способен Подняться На эволюционный уровень И способен Контролировать Себя И контролировать И соответственно Общество может быть На столь высоком уровне Которое Не позволит Даже Возникать Определенным В обществе Процессом И вот здесь Здесь надо Сказать Что Самые важные Моменты Я отмечу Которые я хотел Рассказать Во-первых Во-первых Человек Это достаточно Сложная Структура Вот И особенно Вот эта путаница Связанная С понятиями Разум Сознание В научной части Она говорит о том Что наука Ее не представляет На самом деле Не хочет То есть Очень много Уже изучено В том числе Вот например Кто слушал выступления Ратникова На достояние планеты Ну напрямую Просто генерал Я не помню Как его Майор Наверное Заявляет о том Что в принципе В эволюционной ситуации Которую поднимают Ну целенаправленно Например в России Там или еще где-то Используется уже Знание о пси-полях Человеческих Что такое пси-поля А это вот Как раз структуры Сущностей Человеческих Объединенных В единое поле Вот И Это уже в принципе Вот представьте себе Когда это звучит Из уст генерала То есть получается Это Несмотря на то Что в науке Как бы Такое понятие Не распространено Но мы все понимаем Что в принципе Это уже Вообще-то Известно Вот И Поэтому и следует Обратить внимание На То Как происходит Развитие Сущности Человека Потому что Это мы сами То есть Весь этот процесс Подводит К тому К формированию Непосредственно Нашего разума И Разум Разум Формирует Наши действия А сутью Вообще-то Текущей Вот В любой ситуации Это является Действие Человека То есть Что такое человек Это в принципе То что он делает Поэтому Когда мы задаем Вопрос Что же делать В общем-то Ну Необходимо Осознавать Что Какие процессы В окружающем мире Проходят И Знать об этом Вот представьте себе Вы действуете Но в принципе Вы даже не понимаете Что с вами Конкретно происходит Что такое эмоции То есть Вот У вас какие-то реакции На определенные эмоции Там Сын Получил двойку Значит Вы заболели Там еще что-то Вот Но вы же Сами процессы Не понимаете И Обратить внимание На Вот эти Непосредственно Процессы Которые в человеке Происходят Мы не хотим Потому что Непосредственно Заболевания Человека Значит Вот эти вот Все его инстинкты Все эти эмоции Это все Элементы Те Которые даны Эволюционно Ну то есть Ну Заболевания Конечно Могут быть Эволюционными Могут быть Приобретенными Но я имею ввиду Что в принципе Так как это человек Все это Накоплено Эволюционно То есть Все эти процессы Но все Эти все процессы Можно изучить И знания Об этих процессах Существуют Они есть И получается Что Основным В принципе Является знание О том О формировании Общества То есть Как непосредственно Это общество Может сформироваться В таком виде Которое не позволит Вот этим Внешним воздействием Неблагоприятным Захватить его И играть Чтобы общество Деградировало Создать такую ситуацию Поэтому Как бы Что получается Получается Очень важно Знать Что такое Сознание Человека Потому что Как я заметил В самом начале Передачи То что Наука Дает Очень мало Информации Но очень здорово Себя проявляет В области управления И в чьих руках Будет это управление От этого Зависит Будущее цивилизации А соответственно Это управление Происходит Различными способами Ну вот например Я сказал уже Про качественные Наборы информации Так вот Определенный набор Информации Может отправить Наоборот Общество В стадию деградации Причем Используя Какие-то старые Отпечатки Используя Старные программы Которые заложены На текущем этапе Производя Эмоциональную Раскачку Общества И соответственно Если Общество знает Что такое эмоции И В какие действия Происходят Непосредственно Вот В этой информации Что содержится То оно Защищено И вот например Есть хороший пример Как раз Вы собирались Привести Связанный С внедрением Гомосексуальной Пропаганды В наше Конкретное общество Как мы видим В принципе Мир просто Заражен Этой пропагандой И Со стороны Вот С моей стороны Видится ситуация Что люди На уровне Ощущений Просто Не понимая Не осознавая Что это за Процессы Такие Как они Воздействуют На общество На уровне Ощущений Вот это Отвращение Они Препятствуют Этой пропаганде Но При этом Очень важно Понять Что это Такое То есть Там Можно сказать Многовекторное Воздействие На человека И оно В том числе Использует Знание Человек То есть Они Используют Знание Что происходит Человеком В результате Вот этих Связей Гомосексуальных Каким образом Это действует На разных Людей Как это Разрушает Сущности Какие Печатки Остаются И в том числе Даже Вот До простого Что это Просто Процесс Нарушения Демографического Просто Роста Потому что Просто Не рождаются Дети То есть Это в комплексе Весь процесс Происходит Но Этого Понимания В обществе Нет А это Понимание Рождается Исключительно На знание Человеки Поэтому Сам процесс Конечно У меня Как бы Определенно Есть Была Задача Такая Рассказать Кратко Процесс Связанный С формированием Например Эмоций И Но Я углубляться Не буду Я могу Показать Что В принципе Это присуще Всем людям Мы просто На это Не обращаем Внимания И Победа Над эмоциями Инстинктами Это как раз Следующий этап Собственно Человека Когда он Перестает Вот эти вот Скажем так Составляющие Его сознания Которые достались От животных От животного мира Он перестает Они перестают Властвовать Над ним Соответственно Он Может Быть Неуправляем Он сам Начинает Управлять Самим Собой То есть И даже Как бы Разнообразная Информация Которая Ему Может Прийти Для Раскачки Его Для Как бы В том числе Нарушения Структур Он Эту Информацию Может Может Быть Защищен И Как бы Он Может Уже Владеть Своим Собственным Развитием Вот Для чего Необходимо Обратить Внимание На Эволюцию Разум Здесь Еще Есть Примеры Ну Например Война Дело В том Что Какого Разумного Поведения Общество Не хватает Война Это Крайняя Степень Паразитического Влияния То есть Она Общество Вводит В процесс Деградации Потому Что Убийство Человеку Несвойственно Убийство При убийстве Возникают Эмоции Которые Разрушают Эволюционные Наработки Сущности И Понимания Этого Нет Поэтому Как бы Во многом Для достижения Цели Надо смотреть Каких целей Зачинщики Войны Пытаются Достигнуть Вот В том числе Даже Как бы Те Цивилизации Те Общества Которые Стоят На Более Высокой Степени То есть Понимание Они Тоже До сих пор Не владеют Этим Пониманием Что же Такое Война Это Вопросы То есть Общество И В том числе Цивилизация Земля Она Изменится Когда Войны Вот это Сознание Придет И Это Станет Каким Таким Стартовым Фактором Для Того Чтобы Изменить Сознание Вообще То У Всей Планеты Вот А Еще Дополнительный Пример Такой Причина Возникновения Войн Вот Очень Люди На Текущий Момент В плане Идеологического Подхода Вообще К этому Вопросу Они Как-то Так Раздроблены Они Говорят Война Между Богом И Сатаной Между Добром И Злом И Так Далее Но Между Там Англосаксами И Нашей Цивилизацией Ну Цивилизация В том числе Россия Да Кто Тут Затевает Все Вот Эти Мутные Дела Так Вот Основной Момент До сих пор Не воспринимается Ну Достаточно Так Широко Это то Что Суть Вопроса Не В этих Названиях Добро И зло В принципе Они Как-то Крайные Крайности Они Не Определены Да А вот Суть В том Что За вот Этими Понятиями Скрывается Самое Главное То Что Все Это Делается Для того Чтобы Паразитить Продолжать Паразитировать То Если мы Называем Вещи Своими Именами То Совершенно Другой Расклад Возникает То Суть Действий Тех сил Которые Темные Сил Назовем Потому Что Это Уже Классификация По Их Действиям Если Они Продолжают Паразитировать Вот То Это Как раз Темные Силы И Они Хотят Жить За счет Других И Вот Если Задуматься Это Как раз Перед Перерывом Предлагаю Всем Задуматься Что Это Меняет Меняет Подход К оценке Вообще Тех Сил Которые Действуют Против Светлых Сил Против Нас То Это Очень Такой А Надо Всегда Понимать Реальность То есть Реальность Именно В том Что Кто-то Очень Хочет Попаразитировать За наш Счет Можете Сказать Что Это Банально Но Самое Главное Сказать Суть Действия Хорошо Подумайте Пожалуйста В музыкальной Паузе Над тем Что Сказал Юрий Алексеевич И Вот Представьте Себ Большого Капуцина Который Дорвался До Вот этих Монеток И сидит Просто И использует Вас Как тех Самочек Которые Не могут Себе Самостоятельно Добыть Корм Надеюсь Образ Яркий Подумайте Над ним Народное Славянское Радио Потому Что Мы Славяне Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню По одному Из современных Календарей 21 января 2016 года Четверг По одному Из старинных 41 день Месяца Белого сияния Покоя мира 7500 Двадцатого Лета Вторник Эволюция Разума Такова Тема Сегодняшнего Живого Эфира Главный Соведущий Юрий Алексеевич Тяжелов Константин Александрович Дарманчук Мы Уже Больше Двух часов В эфире Я хочу Зачитать Реакцию На песню Очень мне Понравилась Реакция Здесь Значит Лютобор Отличная Песня Казачий Круг Снежочки Пишет Михаил Дальше Владимир Пластинка Прыгает Владимир Не пластинка Прыгает Что-то с интернетом Прыгает У тебя Гранадмин Пишет Василий Васильевич Алкашная Песня Ну там Есть слова Сбросимся День по денежке Стоит Потому что Люди Уже начинают Отмечать Где Внесенная Вот эта Кривда И где Реакция Тех Кто эти Песни Уже Подстраивал Под Ту Бытность Которая Уже Существовала Дальше Михаил Пишет Мне темп Очень нравится Хотя есть слова Не формат Тоже обратил Внимание На это Дальше Даниил Встрепенулся От накрывающего Сна То что Надо Так что Вот Интересно А этот От такого Образа Капуцин У меня Моральный Дух Упал А в песне Пропаганда Алкоголя Молодец Диана Умница Не молодец Прошу прощения Оскорбил Умница Диана Здорово Подмечено Ну что поделать Капуцины Вот такие Управляют К сожалению Многие Ведутся На это Вы же видите То что Общество Наше Разделилось На кого У тех Кои есть Деньги Они управляют У тех Кои нет Деньги Они не Управляют Они подстраиваются Кто-то пытается Сохранять честь И совесть Порядки Зарабатывает Своим трудом И умом Но дальше Их не пускают Потому что Не вышли Они чем-то Может быть По мнению Тех Кто управляет А есть Женщины Которые Решают Проще Продавать Себя За получение Каких-то Паек Так что Общество Капуцинов В действии И как Я хотел сказать Если вы видите Что появились Проститутки Деньги Это означает Что эволюция Вошла В тупиковый Путь Развития Итак Давай продолжим Есть какие-то еще Заготовки Или уже Будем переходить К вопросам Ответам Есть Давай Ну вот как раз Это По поводу Действий То есть Первое знание Качественная информация И Правильное вложение Потенциала И вот я Почему Обратил внимание Именно на паразитическую Суть Процессов Потому что Неизбежно После этого Возникает вопрос А каким же образом В обществе Этот паразитизм Распространяется Ну а нужно знать Что такое общество Общество Не может существовать Без экологической ниши Вот В которой Она формирует Свои социальные ниши И в этих социальных нишах Как раз Есть ниши паразитические Которые низкого уровня Которые Приводит общество К деградации Так вот Это намного То есть Уже Очень сильно Отличается От того понимания Добра и зла Якобы борьбы Добра и зла В нашем обществе Вот Это уже ближе К реальным процессам Которые происходят В обществе Поэтому Именно знание Знание О реальных процессах И позволяет Ее правильное применение Распространение И позволяет Избежать Преодолевать Вот это влияние Паразитическое То есть В конце концов Люди выходят Из подчинения Паразитической системы Потому что Осознают Эти процессы То есть Они Без осознания Эти процессов Не могут То есть Получается Прямое Доказательство То что Именно знание Влияет на эти процессы Точно так же Уровень развития Человека Он просто Невозможен Без знания Процессов Которые происходят В его сущности Невозможен Если считать Что экстрасенсы Это развитые люди Вот То Ну Это ни о чем Не сказать То есть Это Скажем так Без понимания Того что человек Делает Он вообще Не может Развиваться Потому что Его структуры Сущности Не складываются Правильно В результате То есть Рост Рост и развитие Человека Может идти Только через Осознание Того И тех Процессов Которые Происходят В момент Его действия И Небольшое Буквально Такое У меня Замечание Ну Скажем так Это такой Кратенький Процесс Что происходит С человеком Во-первых Функция мозга Это его сознание Но проявить Оно себя Не может Проявляется Только через Действие Находится Сознание В принципе Как В это Установлено Скажем так Ученые Не могут Установить На самом деле Учитывая Слово Ратникова В принципе Они о многом Знают Но Память Человека Где Состоящая Из определенного Количества Сейчас скажу Достаточно 100 миллиардов Нервных клеток На чисто Клеточном уровне Уже установлено Что памяти нет То есть Она При таком Даже количестве Большом количестве Нервных клеток Она не может Хранить Тот объем Информации Причем Это конкретные Исследования Вот На Уровне Молекулярном Тоже Не установлены Тепар Ну то есть Не смогли найти Где конкретно Память находится Память находится Непосредственно В структурах Сущности Которая Появилась Благодаря тому Что Молекулы ДНК Головного мозга Которые достаточно Большие Смогли продавить Определенные уровни Планетарные И Непосредственно Сознание И память Находится в отпечатках Эфирном Астральном Ментальном Непосредственно Вот И эти Отпечатки Определенным Способом Развиваются То есть Сознание Появляется Только тогда И именно В социальной Среде Когда Будет накоплен Необходимый Объем информации Причем Предыдущими Поколениями И передан Новому поколению То есть Вот эта Именно та часть Опыта Которая Необходима Для активации Сознания Она передается Новому поколению И Другая То есть Тут уже Новое поколение Добавив к этому Свой опыт Передает Другим Потомкам Только тогда Появляется Сознание У человека Представляете Это на самом деле Такая ступенька Очень серьезная То есть В определенный момент Можно вообще-то Потерять Вот это Сознание Человеческое То есть Общество Может До такого Уровня Докатиться Последовательно При развитии Сознания У человека Качественно Меняется Развивается Структура Сущности При этом При всем Значит Очень критичные Моменты Это непосредственно 4-8 лет Первой жизни Ребенок Это он Как информационная Губка Впитывает в себя Всю информацию Поступающую Из окружающего мира Причем Если информацию Убрать Развития не будет То есть Подпитывать Просто питанием Каким-то Этого Абсолютно Недостаточно Изменяется Мозг Информация Достигает Критического Объема Когда Исчезает Качественный Борьер Между эфирм И астральным Уровнем Значит Дальше Эфирное тело Формируется Это 12-14 Года Вот И завершается Это 16-18 Годов Опять же Только при Накоплении Мозгом Человека Критического Объема Информации То есть По сути Именно Информация Качественная Информация И является Основой Для формирования Человека Если так сказать Потому что Человек Это сознание И его деятельность То есть Мы человека Судим по действию Сознание Раскладывается На форму памяти И эмоций Наполняя Эфирное тело Существо Начинает ориентироваться В окружающей среде Если эфирного тела Не будет Оно просто гибнет Вот эта сила воли Накопления Происходит Реагированием На внешнюю Внутреннюю среду Значит Стал формировать Отношения Как уже В среде Появилось Накопление Опыта Если человек Закрывается От мира Этот опыт Не накапливается Значит Эфирное тело Подготавливает Заполнение Астральное Идет формирование Эмоций Которые В первую очередь Проявляются Вовне И вот эти эмоции Это не Порок В общем-то Это Эволюционное Приобретение Которое осталось От животного мира Оно может быть Движущей силой Или останавливающей развитие существа При этом При всем Непосредственно Эмоции Как бы Если человек Эмоциональный Он в принципе На свою сущность Действует Разрушающий Потому что Этот этап Нужно преодолеть Получив Тоже Качественную Информацию Закрепить Осознание Что позволит Контролировать Эмоциональное Состояние И вот Как развивается Это сознание Происходит Уже Складывается Менталитет И зависит Выбор действий Каждого человека Действия Закладывают Поведенческие Характеристики Качество Ответственности Безответственности Может быть Даже Вредительство И Дальше Уровень Такой Что происходит То есть Человек оценивает Понимание Всяческих Событий Явлений Анализ Постановки Задачи Постановки Задач Сглаживания Результата Это уже Более Высокий уровень И вот Этот процесс Роста сознания Вообще Нельзя Обойти Перепрыгнуть Отказаться К каждому Конкретному Человеку Именно Так Он Происходит И Самое Что Важное Эти Знания Вообще То Просто Они Доступны И Дальше Человеку Не пойти Не познав Себя В этом То есть Не познав Эти эмоции Не разобравшись В этом И Познание Вот этого Эволюционного Процесса Неизбежно Приведет К оказу От эгоизма Почему А потому Что Если человек Начинает Осознавать Эти эмоции Начинает Осознавать Необходимость Общества Начинает Понимать То что С ним Происходит Он просто Не может Отказаться Он просто Будет Все Переосознавать Будет Видеть Свои Качества Будет По сути Ну Даже Подсознательно Человеку Свойственно Оказываться В тех Группах Где ему То есть На уровне Его сознания А жаждущие Развития Неизбежно Натолкнуться На суровую Реальность Бытия От которой Они хотят Отказаться Какими-то Практиками Без понимания Происходящих С ними Процессов То есть Там То есть Можно Сколько угодно Хоть Десятками лет Значит Делать Практики Но без Осознания Ничего не Произойдет Со структурами Сущности И Прозойдет Это все Потому Что Человеческие Вот эти законы Вообще-то Пропустить нельзя То есть Ну Никак их нельзя Пропустить Это законы А те Кто хочет Разобраться В причинах Ситуации Создавшейся Желающих Изменить Направление Движения Общества Натолкнется На стройную Структуру Социальных Ниш Среди Которых Существуют Паразитические Ниши Опять же И обойти Это невозможно То есть Так или иначе Только Осознание Вот этих Процессов В том числе С человеком То что Происходит Обществе Только тогда Возможно Изменить Само Общество Процесс Развития Человека Долгий Зависит От очень Многих Факторов А это Означает Что общество Нужно Менять Именно В том Направлении Чтобы Можно Было Все Учитывать Это И территория И климат Определенные Условия Химические Вещества Которые Могут Отравлять Не только Органы Тела Но и Головной Мозг То есть Это Экологическая Ниша И Знание Об экологической Ниши Никуда То есть Просто Необходимо То есть Мы Находимся В конкретной Экониши Земли И Вот в этом Конкретно На текущий момент В описании Этой экологической Ниши Для понимания Процесса То что происходит Вот это Как раз Паразитической Структуры Понимания Этой паразитической Структуры Не хватает Не хватает А если Развитие Разума Еще не дошло До этого уровня До этого уровня Понимания Вот Потому что Ну оперировать Нереальными Какими-то Образами Ну просто Невозможно Ну такими Как понятие Добра и зла Ну просто Знаете Как Одновременно Ну нужно Во-первых Научиться Применять Непрерывную Логику То есть Человек Одновременно Может делать Хорошее Дело И плохое То есть И как К нему Относиться Вот он Добрый Или злой Вот А это означает Что нужно Относиться Как в реальности То есть В реальности Он одновременно Делает И хорошее Дело И плохое То есть Вот это В комплексе Все его действия И есть Вот эта Непрерывная Логика То есть Его действие Относиться Именно нужно Именно так То есть И какие-то Там решения В отношении Этого человека Принимать Судить Там и так далее Вот Поэтому Нужно менять Вообще-то Благодаря Знаниям Знаниям О реальности Нужно менять Своё отношение К реальности То есть Если У нас Происходят Войны Там Финансовые Внутри Социальной Системы Это означает Что развитие Разума Пошло По другому Пути Не по Естественному Пути Сказились Мировоззрительские Понятия И вот Этот Естественный Путь Заменился На То есть Он Как бы Был Подменен На Внедрение Разных Идеологических Направлений Вот В конце Концов В конце Концов Общество Изменилось На Технократическое Которое Предусматривает Один Лишь Путь То есть Понять Что это Путь Один Еще Тоже Необходимо Что Путь Один Рабство Путь Технократического Общества Рабство Вот Этот Намек Он И был В самом Начале Насчет Того Что Вот Они Подводят Потому Что Вот И пути Нет Никакого Выхода То есть Общество Такое Нам Только Его Нужно Полностью Контролировать Поэтому Идет Борьба Борьба Идет Именно На Уровне Знаний И Понимания Тех Процессов Которые Происходят Без Понимания Этих Процессов Ну Просто Невозможно То есть Даже То Что Мы Озвучили О Разуме И Сущности Это Именно Такую Значимость Что Они Во Главе Угла Должны Стоять Дело Дело В том Что Именно Разум Формирует Действия Как Все Как Бы Люди Возмущаются Определенными Действиями А Сам Процесс Не Осознают Какие Конкретно Процессы Влияют На Те Или И Действия Дополнительно Вот Скажем Так Когда Даже Мы Несколько Граней Раскрыли Вот Это Мы Не Можем Мы Уже Понимаем Что Вот То Что Происходит В Обществе Нельзя Без Знания О Разуме И Вообще О Мире И Как В Каком Мире Мы Существуем Ну В общем То Грамотно Действовать Грамотно Передавать Какую-то Какую-то Информацию Качественную Ну У меня есть еще Некоторый Такой Момент Как бы Дополнительный Как вот У человека Проявляется Ощущение Его Сущности Ну Может быть Чуть позже Пока Вот Я Я Я Закончил Понял Тебя Хорошо Константин Что-то Скажешь От себя Еще Сказать По поводу Еленого Доклада Ну Может Что-то От себя Еще Добавить Потому Что Дальше Уже Могут У нас Вопросы Пойти Время У нас Ограничено Ну Давайте Перейдем К вопросам Тогда Понятно Юрий К вопросам Переходим Или все-таки От себя Что-то Скажешь К вопросам Я если что Там В плане Вопросов Когда Вопросы Будут Добавлю Понятно Я В походу Отвечу Хорошо Владимир Измытич За этот вопрос Юрий Алексеевич Существует ли Элементарная Частица Разума Например Клетка Существа Или Разум Это явление Полевое Ну В принципе Информация Об этом Есть Вот То что Вот эти Уровни Сущности Где непосредственно Происходит Сознание Ну То есть Процессы Сознания И памяти Это Отпечатки Структур Клеток ДНК Длинных Клеток ДНК Головного Мозга И Нервной Системы Вот Там В этих Отпечатках Происходят Процессы Формируются Новые Взаимосвязи Вот Такой Элементарной Частицы Разума Нет Вот Но Как бы Там Определенное Богатство За счет Вот этих Взаимосвязей Так как Мир Достаточно Богат Вот Каждый Человек Уникален То есть У него Формируется Уникально В общем-то Нельзя Сказать Что это Полевое Потому Что это Достаточно Сложная Структура Вот Потому Что Полевое Ну Как бы Принимают Обычно Что поле Это такое Что нечто Обнородное А с другой Стороны Владимир Мне просто Интересны Вопросы Такого Плана Если Мы Дадим Точный Ответ Полевое Это Не Полевое Ты берешься За то Что найдешь То О чем Спрашиваешь Или Может быть Ученые Найдут А если Даже Найдут Они Как-то Что-то Изменит Мир К лучшему Я Предлагаю Все-таки Более Более Смотреть Внимательно На то Что Сейчас Мы можем Сделать То Что Сейчас Вокруг Нас Происходит И Как Мы Это Можем Повлиять Нежели Чем Задавать Вопросы А есть ли Жизнь на Марсе Или нету Жизнь на Марсе Где Где там В Альфи Центавре У какого-то Аборигена В носу Что-то Зачесалось В третьем Носу Или в четвертом Носу Вот Такие вопросы Они Интересны Конечно Но Время у нас Эфира Ограничено Может быть Будем Более По сути Задать вопросы Которые Суть нам Поможет Разобраться Изменить мир К лучшему Дальше Следующий вопрос От Владимира Изматищ Юрий Алексеевич Если у нас Трехмерных существ Есть разум То наш разум В понимании Существ Большей мирности Есть глупость Или это ум Да Хороший вопрос Ну Я бы Расспросил бы Конечно Существ Большей мирности То есть В их понимании Не знаю Но я предполагаю Что все-таки Это разум Вот Потому что Скажем так То есть Определенное Понимание Что такое разум Присутствует Значит Это вопрос Просветления Знанием И когда человек Доходит до этого уровня В общем-то Это разум Уже Вот В нашем понимании Я добавлю Можно Да Пожалуйста Константин Ну Я думаю Что Владимир Может быть Невнимательно Слушал То о чем Я говорил Именно О разнице Между умом И разумом И так далее И Разум Или Разумные действия Независимо От того Скольки мерные Существа Это есть действия Они могут быть Либо разумными Либо неразумными Поэтому я так считаю Что Тут никакой зависимости И разницы Скольки мерные Это существа Нету То есть Есть Результат Каких-то действий И По Действиям Так сказать И оценивать И будем Тех или иных существ Независимо от того Какие там Скольки мерности У них есть Присутствуют И так далее Хорошо Я вот Себя хотел Когда слушал То что ты говорил О разуме Разумности И о уме Вот как-то мне Своя такая трактовка В голову пришла Тоже задал вопрос А чем же отличается Ум от разума И в свое время Послушав Каких-то Умных людей Разумных людей Знающих Ведущих людей Сложив все В одну лукошку Я пришел К такому выводу Это опять же Мое мнение Может слушать Может не слушать Может и принимать Что ум Это Некая вычислительная Система Животного начала Вот как мозг Он есть Это вычислительная Машинка Компьютер Который Оперирует Некоторыми Знаниями Которые Постоянно Вот его Мозг Складывает Какую-то Копилочку И дальше Она оперирует То есть Появляется Некое умение Отсюда слово Ум То есть Умеешь Да умею Это действует ум Ум умею И в этом случае Тогда Например Научился ты Делать такое движение Даже если тебя С полусонным Поднять Ты все равно Движение Будешь делать Научился ты Грубо говоря Точно стрелять Да И будешь точно стрелять То есть Это умение Это когда уже Переводится на уровень Подсознание Когда уже Мозг Не обязательно Это осознанно Контролирует Просто Ты это умеешь Делать И делаешь В любом состоянии А вот Разум Разум Говорят же Неразумные дети Что это значит Что они дураки Что ли В современном Понимании слова Да нет Они нормальные Дети Даже в чем-то Гениальные Но почему-то Их называют Неразумные То есть Они делают Какие-то поступки Которые Не сочетаются С понятием Мира Взрослого человека Так вот Разум Это когда Человек Способен Осознавать Что он делает И для чего Он делает Способен Информацию Которую вокруг него Переформатировать Воспринимать И осознавать Для чего Эта информация Нужна И в дальнейшем Уже отдавать Ее уму То есть Компьютеру Для того Чтобы компьютер В определенных Ситуациях Научил Подсознание Надрессировал Подсознание То есть Животное Правильно В какой-либо Ситуации Получает То есть Разумеешь Ты или не Разумеешь Способен Ты разуметь Или нет Вот когда Мы говорили Про дебилов Дебил Он не способен В частности Разуметь Вот Его сколько дебил Там колотушка По голове Он все равно Будет делать то Что ему Его животное Говорит То же самое Например Уровень Маугли Останавливается Вот до этого уровня Он что-то разумел А дальше все Он уже не разумеет То же самое бывает Взрослый человек Он закончил школу Закончил училище Закончил институт Он набрал С каких-то знаний Вот он развивался А дальше пришел На какое-то предприятие И работает И очень часто бывает так Что у него разумность Пропадает Он просто Применяет в жизни Те знания Которые до этого набрал И те умения Которые Выработались Правильно делать расчет Правильно составить чертеж Правильно писать докладную Там посчитать деньги И так далее И очень часто люди Останавливаются То есть в разумности Они себе отказывают И дальше Они уже не получают И не переформатируют Ту информацию Для того Чтобы дальше ум Мог и что-то новое Уметь То есть Если мы это дальше Еще развиваем То тогда Разум И разумность Они идут По тому каналу Который вот еще Открытый Который можно перекрыть То есть тогда уже Если мы на высший уровень Переходим То это связь уже С богами Связь со своей Генетической памятью Связь с какими-то Игрегорами И всем остальным Но Если человек Перекрывает Иси Он так или иначе Переходит уже На уровень компьютера То есть просто умности Он может умничать Но при этом Не быть разумным Вот Если такая трактовка Она дополнит То что было сказано Здесь Я буду рад Если не дополнит То забудьте про нее Давайте дальше По вопросам пройдем Вопрос от Владимира Изматич Должны ли разумные цивилизации Улетать в космос Со своей планеты Чтобы освободить Другим место Или должны остаться Чтобы сохранять природу Ну Тут все просто Во-первых Это экологическая ниша А зачем ее Из нее улетать Когда здесь можно развиваться Причем Как бы Учитывая Характер Солнечной системы И расположение Планет Можно сказать Что это Созданная ниша По крайней мере По той информации Которая сейчас присутствует Из научных кругов То есть Очень много Планетарных систем Вообще В очень Совершенно разном состоянии Неудобоваримом Вот Ну то что они успели Пронаблюдать Экзопланеты Вот Поэтому Освобождать Другим место Нет смысла Просто нужно Понимать Что такое Экологическая ниша И не только Ее Ну с ней гармонично Жить Но и развивать Отлично сказано Кстати Если уж мы коснулись Далеких миров То вчера По зомбоящику В одной из программ Прорвалась информация О том Что ученые Наконец-то Открыли Девятую планету Которая находится Далеко За Уровнем Понимания Наших Дорогих Ученых Дорогих для нас Во всех смыслах Ученых И что Они удивлены Ёлки-палки А ведь там же есть Орбиты Которые вот Проходят И которые мы можем Вычислить При помощи Современных Вот этих вот ЭВМ Так называемых Программ А ведь об этом Ребята в Ведах Все написано Вы откройте Веды И может быть Там найдете Скажете А вот давайте-ка Туда свои телескопы Направим Давайте-ка туда Свой взор направим И увидит там Очень интересные Такие явления И планеточки Какие-то А может быть Еще интереснее Давайте прервемся На музыкальную паузу Чуть-чуть отдохну 2 минуты 45 секунд И дальше Продолжим разбирать Столь интересную тему Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню Что по одному Из современных календарей 21 января 2016 года Четверг По одному Из старинных 41 день месяца Белосияния Покоя и мира 7500 24 лета Вторник Эволюция разума Такова тема Сегодняшнего Живого эфира Главный соведущий Юрий Алексеевич Тяжлов Константин Александрович Дарманчук И мы переходим Уже вернее Перешли К ответам Вопросам От наших Радиослушателей И вот один из таких вопросов Я сейчас Зачитаю Данил за этот вопрос Существует ли Революционный Путь развития разума Если да То может он быть Безопасным Как для индивида Так и для общества В целом Благодарю за ответ Ну давайте Попробую я Но мое личное мнение Любой Революционный путь Это не является Естественным путем Развития Природа матушка Всегда стремится К гармонии И к равновесию И это есть Естественный путь Развития Если же действовать Революционно То давайте Вспомним Так понравишься Алексею Пример С обезьянами У которых Вот Искусственно Привнесенный им Революционный путь Их развития Их общества К чему в целом Привел Привел К деградации Болезням И в итоге Как я уже сказал Скорее всего Привел бы Просто-напросто К вымиранию Этого сообщества Поэтому Я думаю Что именно Революционный путь Как развитие разума Не существует Хорошо Юрий Да Но здесь Нужно Вообще-то Исходить Из Конкретно Пути Развития Разума То есть Вот Какой он Вообще Что происходит Происходит То что Идет Постепенное Сознание Определенных Граней Реальности То есть Вот Оно идет Если человек Может достаточно Быстро Это делать Я не думаю Что это Можно назвать Революционным путем То есть Дело в том Что без осознания Как бы Невозможно Развиваться И Соответственно Получается Что сам Вот это Как бы Перепрыгнуть Какой-то этап Там или еще Что-то Это невозможно Вот А вот Достаточно быстро При динамический Так скажем Так Иметь Возму Ну то есть Свойство Такое качество Накапливать Осознание То это возможно А я кстати Хотел Я там на первый вопрос Хотел пример привести У меня там остался Один пример Неплохой Давай приводи Он связан Как раз Каким образом Человек накапливает То есть В принципе Это можно Вот Осознание накапливает Это можно увидеть В принципе В любой профессиональной деятельности Человек погружается Вот эти образы Которые связаны С его деятельностью Они ему до боли Знакомы становятся Просто Он у них плавает Он ими начинает Манипулировать Причем Настолько быстро Что за ним Просто люди Со стороны Не успевают Смотреть Образы Как только Они становятся Очень яркими С ними связано Ощущение Даже Вплоть до того Что это находится Где-то уже Снаружи тела То есть Вот такие яркие Образы И человек И человек Напрямую Ощущает Процессы Вот он Просто знает Что вот Есть процесс Именно вот такой Ну как Врач В том числе Может так Он просто Знает Что он должен Ити именно Так Процесс И доходит До того Что человек Непосредственно Тот же самый Врач Медик Он просто Начинает Ощущать Что процесс Именно прямо Сейчас Происходит Так У него происходит Резонанс С его реальным Отпечатком Процесса Который У него В сущности Находится И он Интуитивно Быстро Связывая Вот эти Взаимосвязи Создает В той Области Которые Связаны С его Делом То есть По сути Если бы Человек Не только В своем Вот в этом Направлении Его интересов Формировал Своё Понимание То он бы Осознал Значительно Больше Грани Реальности Не только В области Вот этих Своих Профессиональных Интересов И По другому Другого Пути Развития Как не через Формирование Вот этих Абсолютно Точных Соответствующих Окружающим Процессам Образов Нет Это в качестве Подсказки К тому Куда же Дальше Двигаться Хорошо Давай переходим К следующей Записи Появившейся В нашем чате Это Не совсем Вопрос Но хочется Зачитать Екатерина Я знаю Очень хорошего И неглупого Человека Который Смотрит Дом Два Как на шоу Уродов Или на Современную Деградирующую Молодежь И она же Не может Полностью Объяснить Почему Она Это Смотрит Хотя Может Читать Умные Книжки Интересоваться Нашими Ведами И тому Подобная Вот Вот И вопрос Почему Человек Это Смотрит К вопросу О том Программировании И от Тому Что Есть Человеке Что-то Что Скажем Так На Энергетическом Уровне Согласовано С Домом Два Потому На мой Взгляд Не стоит Так Резко Делить Людей По признакам Дом Два Согласно С Юрием Все Очень Индивидуально Ну Вот Здесь Кстати Очень Хороший Пример К тому Что Восприятие Человека Оно Как бы Видеть Как Частями Вот Так Человек Сформировался То Есть Вот Одни Образы Заложились Которые Что-то Ее тянет Смотреть Это Дом Два Но С другой Стороны Ее тянет Смотреть Читать Книги И так Далее Вот То В одном Человеке Все Это Может Быть И Может До Достаточно Продолжительное Время Существовать Без Каких-то Ну Диссонанса Какого-то Такого В конце Концов Человек Когда сам Понимает Что Что-то В этом Есть Ненормальное Вот Он Как бы Уже Ну Пытается Избежать Этого Но К сожалению В обществе Скажем Так В среде Окружения Может Как бы Достаточно Качественной Информации Не быть И Человек В общем-то Может Остаться А Со Временем Кстати Без осознания Процессов Которые Происходят В общем-то Молодые Люди Стареют Со Временем И Соответственно Какие-то Процессы В организме Начинают Тормозить Препятствовать Развитию В общем-то И Как бы Человек Может В конце Концов И заблокироваться Ну В зависимости Того Что Он Делает Хорошо Константин Что-то Добавишь Я бы Добавил Такой Пословицей Что Мудрость Приходит С возрастом Но Бывает Так Что Возраст Приходит Один И Это Очень Хорошо Характеризует Именно То Что Человеку С детства Необходимо Просто-напросто Прививать Качественную Правильную Информацию Для его Дальнейшей Эволюции Ну Это Прежде всего Должны Делать Родители Ну И Социум В котором Родители Живут Если Этого Не будет То Хоть Что Ты Не Делай Но Никакого Развития Не Будет Ну Об Это Мы Собственно Говорили На Сегодняшней Передаче Поэтому Чтобы Возраст Не Пришел Один Необходимо С самого Детства Давать Качественную Информацию И Вот Здесь Как У Знакомой Екатерины Очевидно Что Она Получала Качественную Информацию Ее Знакомая Но При Этом У Нее Есть Структуры Которые Качественно Согласованы С уровнем Дома 2 Поэтому Хотя Она И Понимает Деградирующий Принцип Этой Передачи Но Тем Не Менее Вот Эти Качественная Согласованность И Как Скажет Притягивает Ее Ну Как Конфетка Да Как Гослика Морковка Перед Его Лицом То есть Она Не до Конца Сознает Это Хотя И Понимает Деградирующую Роль Но При Этом Вот Эта Конфетка Ее Перемагничивает И Она Не Может Стать Выше Ее Поэтому Для Нее Я К счастью Честно Скажу Даже Ни разу Не смотрел Дом 2 Может Мне так Повезло Но Как Так Не Попал Кость Ты так От жизни Оторвался Вообще Ну Может Ты Столько Потерял Честно Говорю Ни разу Не смотрел Нет Ты не наш Человек Откуда Ты вообще Пролетел И дом 3 Ну Ясно А сейчас Какой дом Я тоже хочу Спросить Какой там Второй еще остался Или уже Третий Там Замутили Да Дело Не в этом Суть в том Что мы Отсталые С вами Люди Вот Смотрите Я тоже Не удержался Катя Хочу Ответить Разреши Пожалуйста Мне вставить свое слово Дело в том Что меня здесь настораживает Такая вот фраза Хотя Может читать умные книжки Интересоваться нашими Ну Нашим наследием То есть Может Или не может Это как в анекдоте Когда Мужа Жена Нарядила Там Выходной какой-то Он собирается идти гулять Она ему говорит Ну Не бойся Напьешься Сейчас праздник Он говорит Да что ты Я не хочу пить Ничего Ну Смотри Ну Вот он идет Значит К друзьям Смотрит Ларек Бутылки стоят Ну Дай-ка я зайду Посмотрю на бутылки Нет Я же не буду пить Я же не хочу пить Ну Зашел Смотрит Не Ну Я только посмотрю Вдруг тут какая-то новинка есть Смотрит Смотрит Ой Цена какая-то интересная Ой Какая-то бутылка интересная Ну Дай куплю Я пить-то сейчас не хочу Просто куплю В карман положу Там Ну Домой принесу Там будет Что-то такое Может быть Выпью Пить-то я не хочу Выходит Она в кармане у нее лежит Булькает Там Как булькает Интересно Не ну Пить-то не хочу А вдруг я паленую купил Надо же проверить Открывает Раз Глоток Не Не паленая Не ну Раз уж я открыл Надо же выпить Ну Выпил всю бутылку Домой приходит На рогах Жена Ну Ты же не хотел пить Видишь Какая сила воли Не хотел А выпил Вот Здесь мы говорим Как раз о том Что Есть сила воли Нет силы воли Есть понимание Из которой воля выходит Или нет понимания Когда мы говорим Хочи Может или не может Этой серии Извините Пожалуйста Наркомана То есть Алкоголик В данном случае Он говорит Хочу Пью Хочу Не пью Но как только Предоставляется Хоть какой-то Малый повод А мы знаем Что алкоголики Они повод Очень быстро находят И не обязательно Алкоголик Кто-то подворот не валяется Алкоголик Который не представляет Свою жизнь Без бутылки Застолье Праздника Похорон Чего угодно Он просто не представляет Жизнь свою Без бутылки Вот это есть уже алкоголик Так вот Когда Мы слышим Такие Хочу Пью Хочу Не пью Хочу Смотрю Хочу Не смотрю Хочу Читаю Хочу Не читаю Мы должны Себе четко Понимать Что в какой-либо Ситуации Когда человек Будет более-менее Усталым Когда у него Будет как-то Испорчено Может быть Настроение Он в первую очередь Скорее всего Выберет более Легкий путь Снятия Как ему кажется Усталости Алкоголики Это снимают Через наркотики А вот такие люди Они снимают Из Своей Вот эти Напряги И проблемы Через более Легкий путь Включение Телевизора Потому что Включение Телевизора Это одна кнопка А листание Книги Читание Это усваивание Это переварение Информации Это намного Сложнее Поэтому Если уж Катерина Вы приводите Или по-русски Ты приводишь Такой пример То в этом случае Извини пожалуйста Здесь мы видим Четкую зависимость Это наркотическая Зависимость От дома-2 Это говорит Что В данном случае Человек Инфицирован Вот этой заразой И один только способ Это Осознание И принятие Волевого решения Что телевизор Я больше не включаю Вот примерно так Других вариантов Здесь нет И говорит Что я могу читать Могу не читать Это из серии Могу пить Могу не пить Так Дальше Здесь Очень длинный Развернутый вопрос Правдолюб прислал Я не знаю Как бы его разбить На части Но давайте попробуем Так Три части Многие Те кто рассказывает О ведизме Указывают Что земля Это некая школа Для души Что подразумевает Обучение души С низов И до высокого уровня И в свою очередь Смерти тела И перерождение Душ в новых телах А это значит Что душа Должна получать Различный опыт Как хороший Так и плохой А сама должна Одухотворяться Насильная помощь Жетаки Маугли В кавычках О которых вы говорите Это попытка Обучить душу По ускоренному курсу Но здесь возникает Такой момент Как ошибки Так как душа Учится Шибко Вот давайте Тут первую часть Разберем Что скажете Ну во-первых Это у нас Экологическая ниша Земля У нас другого Пока нету В общем-то Она здесь И школа То есть Другой вопрос Что Человек Думает Что это Конкретно Школа для души В принципе В принципе Там где бы ты Не находился Там везде Есть эта школа То есть Процесс Реинкарнации Никто не отменял Вот И Да Пока На уровень На планетарный уровень Развития душа Не выйдет Она так и будет Продолжать Процесс Реинкарнации Вот А тут вот Насчет Что душа Должна получать Различный опыт Как хороший Так и плохой Ну Желательно Конечно Лучше Хороший Вот Насчет Самой Отдухотвориться Это наверное Имелось ввиду Что планетарный уровень Развития То и выше Как бы Никаких Насильных Насильная помощь Маугли О которых мы говорим У нас Не рассматривалось В общем-то Это никакая Не попытка Обучить душу Поискоренному курсу Это просто Человеку Предоставляется Качественная информация Вот Давайте дальше Сейчас Константин Что-то добавишь Или дальше Пойдем Разбирать Я могу добавить О чем О том Что Действительно Наша планета Так Наша планета Дальше Это не зоопарк Наша планета Это Согласно Ведом У нас вообще Здесь находится Как бы Эксперимент Да Но не будем Об этом Сейчас А будем О том Что для его развития, как взрослый человек создает условия развития своему ребенку. То есть, не заставлять его учиться, а своим примером показывать, как правильно учиться, как правильно делать то или все пятое-десятое, как что-то там создавать. Вот сейчас, Константин, как раз я заканчиваю, чтобы тебе дать возможность. Я запомнил паузу, которая там возникла. И было не слышно, сейчас слышно. Так вот, если мы насильственно будем заставлять ребенка учиться, то в этом случае мы можем воспитать себе, породить или возрастить себе врага или раба своего, по сущности что то, что и другое плохо. Если же мы будем своим примером показывать ребенку, как надо жить на этой земле, что надо делать, будем ему другом, то в этом случае мы вырастим друга. Мало того, мы вырастим созидающего человека, который, по идее, как это и должно быть, превысит нас в своих познаниях и превзойдет нас в своих познаниях. Мы опора для него, мы основа для него, мы не крыша для него. Вот парадокс, родительского обучения современно заключается в том, что многие родители становятся крышей для своих детей. А мы должны быть фундаментом, на котором они строят свой дом. Но в свою очередь они являются фундаментом для дома их детей, то есть наших внуков. Когда вот это все перевернулось, мы получаем вот то, что сейчас имеем. Константин, пожалуйста, связь восстановилась, продолжай свою мысль. Ну, ты, в принципе, так сказать, подвел то, чему я хотел сказать плавно. Ну уж извини, громко думаешь. Ну, тут перервалось немножко, наверное. Ну, суть в том, опять-таки, что насильно ничего не получится. Если нет никакого качественного согласованности, то развить не получится. Деградировать, да, это как построить дом намного сложнее, чем его поломать. То есть бросить гранату, да, там, бах, все, дома нету. А попробуй его построить. Вот это примерно так же, если говорить аллегорично. И ускоренный курс, я думаю, здесь просто нереален. Если нет никакой согласованности. Я понял. Второй вопрос очень развернутый. Здесь уже идут какие-то размышления по поводу самого же вопроса. Поэтому я зачитаю только саму часть вопроса. Первое. Не вредит ли им тыкание их носом в инфекцию с этой точки зрения понимания мира? То есть, что Земля – это школа, тут надо всем изучить. И вот поэтому нас тут тычут как слепых котят. Я так понял этот вопрос. Если эта информация правильная, то она не вредит. Но всему свое время, все равно. То есть, есть информация разного уровня. Поэтому одна информация еще рано говорить, другую в то время, когда необходимо. Позже. Поэтому как бы тут еще такой общий не навредит ли. А что? Вот какая конкретная информация? Та, которая выше была сказана, да? Вот. Но эта информация не должна навредить про душу. Я так считаю. Константин? Правильная, качественная информация, которая приводит к эволюции сущности, не навредит. Хорошо. Вторая часть вопроса. Вернее, вопрос два. Не является ли задумкой Всевышнего такое процентное количество, как 5% азов, 10% человеков, 80% людей, 5% житий, что, соответственно, и описывает наша игрушка-матрешка своей формы? И есть ли смысл менять это соотношение? Ведь каждый из этих частей общества обучает другие. Ну, тут много было сказано таких интересных слов. Ну, как я понял из этого вопроса, здесь имеется в виду вот это процентное соотношение количества людей. есть не что иное, как, вот как я говорил в своем выступлении об уровне развития животного, разумного животного и, собственно, человека. Ну, скорее всего, он имел в виду это, автор, называясь словами азов там, человеков, людей, жития. И, соответственно, люди, которые сейчас живут на планете Земля, вот не все, к сожалению, вышли на уровень, собственно говоря, разумного человека. Ноги находят, ну, все, собственно говоря, рождаются на уровне животного. Все люди рождаются именно животными. И только вот развитие воспитания его и давание качественной информации с детства и приводит к эволюции этого человека. Любого, любого абсолютно человека, родившегося на Земле. Ну, кто смог, то есть тот, собственно говоря, преодолел эти барьеры и стал вначале разумным человеком, человек, который умеет говорить там и действовать, вернее, разумным животным, да, а потом он становится собственным человеком и может уже, грубо говоря, творить. Ну, наверное, вот он это имел в виду. А наша игрушка-матрешка, скорее всего, своей формой символизирует нечто другое. Оно символизирует, скорее всего, именно семимерность, да, бытия, вот, наше пространство-вселенное, в которой находится и наша планета-матушка. Вот, матрешка, я думаю, символизирует именно это. Так, что-то по этому вопросу давать еще. Да, здесь еще, я думаю, что, в принципе, у Всевышнего надо, конечно, спросить, вот, может, это его задумка там, но на самом деле, с точки зрения цивилизации высокой, вот, ну, совершенно неудобоваримое как бы соотношение и вообще-то, как бы, вообще вот эта позиция по поводу того, что распределение, какие там люди, там человеки, люди, вот, кстати, еще даже совершенно непонятно, что имелось в виду, для меня лично. Вот, мало того, что, ну, я, цель цивилизации сформировать другой уровень цивилизации, это там, где непосредственно все осознают. Поэтому, тут, как бы, я думаю, беспреспективен такая задумка, если она существует. Ну, вот давай, ты сказал по поводу, спросим у Всевышнего, давай я сегодня обращусь как это вечерком после эфира, может, что на самом деле скажет. Хорошо, потом поделюсь, если захотите. Виталий, вопрос в эфир, здесь осталось три вопроса, уже время у нас на исходе, поэтому больше вопросов не принимаем. Виталий, за этот вопрос в эфир, а бывает ли так, что Дом-2 не влияет на мозг или разум человека? Ну, я попробую ответить. Мое мнение, в эту программу Дом-2, хотя я ее, как я говорил, уже не смотрел, но, как я думаю, по отзывам от других, там есть много очень различных пси-воздействий на разных, причем, уровнях. И если эти пси-воздействия не будут затрагивать структуры сущности человека, который, ну, лицезреет, да, эту передачу, то, соответственно, это просто-напросто эта передача не будет влиять на мозг или на разум человека, как Виталий задает вопрос. Если же есть какие-то струнки, которые находятся, ну, которые имеют одинаковую мерность в его сущности и в потоках именно от этой передачи, то так или иначе это будет влиять на него. Юрий? Ну, попытка влиять может быть, но человек может иметь такие структуры, которые не поддерживают эту попытку, то есть не позволяют влиять. Вот, а с другой, а со стороны там точно программа есть? Имеется в виду программа псеводействия? Не понял тебя. Но с другой стороны, если ты уж вляпался, то в этом случае, извини, на тебя это повлияло, так или иначе. Поэтому человек, на которого не влияет Дом-2, он его не смотрит. А если, да, если уж человек сидит и смотрит, это говорит о том, что это повлияло. Так что не будут там у него проёжика... И влияет в текущий момент. Ну, естественно, раз оно влияет, человек уже смотрит, уже повлияло и заложило на будущее. Так что проёжика не буду, который чуть не вляпался, рассказывать потом как-нибудь. А давайте дальше. А можно я добавлю немножко? Да, конечно, добавляй. Мне сейчас вспомнился один случай такой. Ну, я его, правда, прочитал, это не видел его вживую. Это было дело, значит, в советские времена на какой-то там коммунистической стройке. Должен был приехать, ну, в строительный отряд молодёжный, один из потомок князей. Ну, а отношение было, как вы помните, в советские времена к людям благородных кровей несколько такое необычное. То есть, как бы, их считали как изгоями в советском обществе. Ну, и, соответственно, все ждали его приёма, вашего сочетства там из благородных кровей. И все ожидали, как же он будет ходить в туалет. Ну, представьте, там студенческая стройка, молодёжь и, ну, грубо говоря, сбитый ящик на улице, да, и вот и весь туалет. Костя, где такого насмотрелся вообще? Это что? Самое интересное, самое интересное дальше. Когда он прибыл, этот вот потомок князей, в первую очередь, что он сделал, когда пошёл в туалет, взял ведро швабру, вымыл его и только потом он пошёл в туалет. На что все просто переглянулись и пожали плечами, ну, и всё. На этом история заканчивается. Я просто думаю, что выводы вы сделаете. Да, уж, показал всем правильный пример. Это говорит о том, что он не по званию, а по сути более правильного, скажем так, воспитания, представления. Вот ещё говорят, я об уровне развития сущности. Ну, я говорю, да, и по развитию, то есть повыше. Хорошо, давай дальше. Вопрос в студии от Юлии Ищелковой. Какие вопросы нужно поднимать с детства в воспитании детей? С чего начинать? Вопрос возраста. Как бы тут понятно воспитание детей. Вопрос возраста стоит в первую очередь. Сначала формируется, то есть в молодежеском возрасте это там простейшие рефлексы, всё, как бы там информация, она достаточно такая немножко другая, ну, то есть узкого такого направления, то есть ребёнок на что-то реагирует, там он проявляет свой интерес, вот, играть с ним, вот, потому что он ещё в стадии животного находится, вот, а впоследствии уже давать информацию разного, на разного уровня. Опять же, игры более сложные, вот, ну, а когда уже более взрослые, взрослые становятся, то есть когда уже понимает, осознаёт, там уже можно давать информацию и непосредственно, ну, скажем так, в каком возрасте, да, ну, уже в семилетнем возрасте, в семилетнем возрасте уже, как бы, достаточно серьёзную информацию можно давать, чтобы человек, он осознавал, кто он такой, то есть здесь, конечно, ну, уже школьная даже информация, она уже существенно влияет на развитие человека, ребёнка. Понятно. Я немножко дополню, прежде всего, с какого возраста начинать, необходимо начинать вот прямо с самого рождения. И первые вопросы, на которые нужно обращать внимание ребёнка и отвечать ему, это на вопросы, что это, то есть, пока он совсем маленький, а впоследствии, там, с трёх, с двух, трёхлетнего возраста необходимо уже на отвечать вопросы не что, ну, и что это в том числе, потому что мир-то познаётся, но и зачем это, и как это работает. именно у ребёнка задавать интерес, чтобы ему самому было интересно познать это, как это работает и зачем это. То есть, он уже узнал, что это, а потом дальше более, так сказать, раскрывать более существенно эти предметы, которые он уже осознал. И тогда качество информации будет подниматься у ребёнка, ну, на порядке выше, чем просто на ответ, что это. Хорошо, по поводу воспитания есть такая древняя притча, когда к мудрецу пришла женщина и говорит, моему ребёнку год, когда я должна начать воспитание. Он посмотрел на него, вы уже опоздали больше, чем на год. И продолжение, как вы говорили, у нас в древности, никогда не пытайтесь ребёнка чему-то научить его как-то воспитать, он всё равно сделает то, что делаете вы. Вот давайте с этого начинать. То есть, хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя. Хочешь воспитать хорошего человека, друга, полноценного человека, то в этом случае начни с себя. Очень часто наши юные мамаши и папаши об этом даже не подозревают. Так, здесь вот некоторые реплики я ещё зачитаю, прежде чем уже окончательно последний вопрос прочитать. Так вот, Васильевич прислал нам реплику. Герцог сказал на удивительный взгляд, этот касаясь того, туалета. Убирать дерьмо не стыдно, а жить в дерьме стыдно. Вот примерно так. И сыр Ёжик нас спрашивает. Вопрос шуточный, в эфир. Сколько вам Дом-2 заплатил за его рекламу на славянском радио? Так, Юра, Кость, сколько вам заплатил Дом-2? Давайте, признавайтесь. А вообще сейчас какой дом? Просто как бы мы можем ошибиться. Отмазаться, понятно. Дом-2, а сколько дом-3? Давай спросим, с кого стыдно? И это, скорее всего, вопрос не к нам, а вопрос к тебе, потому что ты поднял этот вопрос и начал его дискутировать. Ну что ж, ладно, я позвоню на ТНТ, да, спрошу, сколько мне прочитается. Хорошо, благодарю вас. И у Всевышнего надо спросить, потому что была реклама. Я же обещал. Реклама Всевышнего была. Я задам этот вопрос обязательно, все как договаривались. Завтра, если хотите, расскажу, что он ответил. Так, ну что ж, давайте тогда переходим к последнему вопросу. Виталий, вопрос в эфир. А иммунитет от дурости у человека есть? До какой-то степени есть. До той степени, пока его инстинкты защищают от каких-то действий. Вот, то есть, но, если уж такая дурость, что инстинкты не защищают, то все, я думаю, это тяжелый случай. Еще вариант? Дурость, в каком контексте Виталий имеет в виду слово дурость? Здесь просто можно по-разному ответить. А давай из самого распространенного современного значения, не нашего древнего, а современного. Если у, но опять-таки все зависит от воспитания человека, о чем мы сегодня, собственно говоря, практически всю передачу говорили. И если родители и социум, в котором воспитывался этот человек, заложат вот эти качества, да, то дурость в современном понимании просто-напросто она, ну, она как ляжет, так и сойдет с него. То есть, не будет никакой качественной согласованности и, соответственно, воздействия этой дурости, ну, это можно называть иммунитетом, да. То есть, вот это вот закладывание азов и базы с детства социумом и родителей, это и будет являться именно иммунитетом от дурости. Вот я бы так сказал. Хорошо сказал, мне понравилось. Ну что ж, давайте подводить итог сегодняшней нашей передачи. Давай, наверное, с Константина начнем. Константин, что сегодня скажешь в заключении, что, может быть, пожелаешь? Давай жирную черту подводи от себя. Ну, что касаясь моего рассказа, да, я бы сказал, что знание об эволюционных законах, именно знание об эволюционных законах, может дать существенный скачок эволюционному развитию всего человечества. И это знание поможет разобраться именно в текущей ситуации, видеть то, что происходит с точки зрения эволюционного критерия, то есть проникнуть в самую суть происходящих процессов и, соответственно, понять, как наш разум развивался. И это необходимо для того, чтобы дать новый импульс человечеству и вытащить его из того болота невежества, в котором он находится сейчас, ну и в идеале поднять до уровня цивилизации космоса. Я бы закончил на этом. Благодарю, Юрий. Я хотел бы всех заинтересовать космосом. Дело в том, что есть вопросы, которые многих волнуют, почему же космос не... со стороны космоса нету ответа, так называем. Вот. А надо просто посмотреть реально на вот эти позиции, которые связаны с эволюцией разума, с цивилизацией, какие действия могут быть у цивилизации. Николай Викторовича Левашова очень много написано по этому вопросу. И в принципе ответы приходят. Уровень развития, уровень развития в общем-то находится еще пока на близких животных. Вот. Скажем так, реальное то, что мы попытались сегодня изложить, то есть реальные процессы, которые происходят в природе, я думаю, многие увидели, что мы достаточно далеко от их понимания. Для того, чтобы выйти в космос, в общем-то, нужно свой уровень понимания и знания поднять. Иначе, в общем-то, даже это не уровень ковбоев с Дикого Запада будет, потому что там цивилизация совсем другого уровня. Поэтому в новом году желаю всем поднять свой уровень развития, но путем исключить это и это возможно только путем осознания окружающей реальности и законов развития человека и эволюции разума. Благодарю тебя. В заключении хочется от себя вот что сказать. Вот сейчас слежу за чатом, там так разворачивается битва между высказанием разными, между разными терминами, вернее, людьми, которые эти термины озвучивают. Вот Катерина написала, Данил, любить врагов, по-моему, не по-нашему, это не наш метод. Если мы разбираем слово любовь, то есть люди богов ведают, то в этом случае как раз любить всех это относиться так, как они этого заслуживают, относиться ровно ко всем по их поступкам, по их результатам, по их мыслям, потому что они желают сделать, по их намерениям. И вот если в этом отношении мы понимаем слово любовь, то в этом случае тогда и врагов вы будете любить, и друзей вы будете любить, Но только проявлять, реагировать на то, что вы делаете, будете по-разному Но любить вы будете всех одинаково Потому что любить вы будете весь мир И невозможно какую-то часть не любить Вопрос, что вы проявляете в этом мире Как вы проявляете себя в этом мире И что вы хотите достичь сами И к чему вы хотите помочь другим людям добраться Ведь вас же тоже спросят в конце концов Хорошо, сам ты из помойной ямы вылез А ты помог другим людям разобраться Хотя бы разобраться, где они сидят Помог ли ты вылезти тому, кто захотел вылезти из нее Помог ли ты отряхнуться тому, кто вылез, кому ты помог И так далее и тому подобное Поэтому ответственный человек за себя в первую очередь За то, что он делает для своих близких, знакомых, друзей И за то, что в конечном итоге собой будет представлять тот мир, в котором он находился Вот это все необходимо понимать А это и есть любовь И в конечном итоге, вот Владимир написал Катерина, есть такая шутка Две девочки плевали с балкона на прохожих Добрая попала пять раз, злая попала два раза Итог Добро всегда побеждает зло Вот давайте на этой радостной ноте Мы будем подводить уже итог нашей встречи Напомню, что сегодня 21 января 2016 года, четверг 40-й день месяца белого сияния и покоя мира 7524 лета, вторник по одному из соревнований календарей Эволюция разума Такова была тема сегодняшнего эфира Юрий Алексеевич Тяжелов и Константин Александрович Дарманчук Нам об этом очень много чего поведали интересного Я надеюсь, что вы, если наши радиостушители, если сочли, что этот эфир для вас интересен Вы пригласили всех хороших людей, чтобы добро эволюционировало, чтобы разум эволюционировал И мир через эволюцию разума и добра стал лучше И вы в этом поучаствовали бы Вот, и если вы не успели еще это сделать Я надеюсь, что вы потом расскажете о том, что вот была такая передача Я рекомендую вам, мои друзья, прийти и послушать Вот, на 7 я хочу с вами проститься Желаю всем добра До новых встреч Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова